В принципе, я вам немножко уже что-то там упоминал. Сначала был Гутенберг с его изобретением книгопечатаний, этими самыми наборами подвижными литерами, которые он научился отливать и с них печатать. Потом случилась самая большая неприятность. Город Майнца все разбежались, поскольку там была война. Город Майнц был взят штурм войсками епископа Альберта Нассауского. Там была, умер, это был город, в котором Майнц относился к епископу. В общем, епископ Майнц умер. И, соответственно, его кресло освободилось. И выбрали одного, и, значит, епископов там избирали из представителей лучших немецких фамилий, то есть из Кмузей. Там выбрали одного князя, а вот второй князь, который звали Адольф фон Нассау, он обиделся. Потому что он хотел сам занять это место. И, значит, там, собственно, первое из Емгар, по-моему, это не помню. Ну, это самое, и то. Но неважно, важно, что там случилась из-за этого война. И, значит, войска Адольфа Нассауского взяли штурмом в город Майнц. И все самые сторонники того, значит, претендента, они были... Ну, в общем, они либо разбежались, либо там немножко, в общем, была небольшая ледня. То есть там был погров такой хороший, но они там постарались... Ну, просто когда город берут штурм, то там, в общем, мало что остается. Вот там все было, в общем, разрушено, сожжено, по крайней мере. И многие просто не пришлось сбежать, потому что, чтобы, значит, спасти свою жизнь. Вот сейчас из Гуденберг тогда уехал. Гуденберг тогда поддерживал того епископа. А потом, значит, уже после поступил на службу к Адольфову. И, значит, Адольфов ему дал, наконец, там, это самое придворное звание и, значит, содержание. И, в общем, он умер, по крайней мере, не в бедности, не забрать хотя бы. Его имя было долгое время как бы неизвестно. Вот. А, значит, геротипография, которую у него отсудили, я вам говорил, значит, этот самый его бывший ученик, значит, Шефер и его кредитор Риадан Фуст, она у них как бы там функционировала, но она была разрушена в результате этой самой войны. Вот. Потом они его становились замы. Ну, значит, Шефер, этот Фуст уже умер, по-моему, к этому времени. Шефер продолжал работать, потом он передал свое дело сыну, там, значит, еще в начале XVI века все еще как бы это продолжалось. Вот. А в это время, этот, один из учеников, то есть вообще там, эти ученики Бутенберга, их было довольно много, и они разлетались по своим родным городам. Не только в Германии, но и вообще там в других странах Европы, в частности во Францию, в Италию. Вот. Во всяком случае, в Италии первые люди, которые начали печатать, это были немцы, тоже ученики Бутенберга, значит, Конрад Швенхайн и Арнольд Бананас. Они основали типографию в пригороде Рима, в городке Субиата, который сейчас, собственно говоря, уже вошел в черту Рима, им стал большой город, и это можно было поменьше. Вот. И потом, это было 1400, прошу прощения, 65-м, по-моему, году. То есть где-то лет через десять после окончания печатания Бутенбергом своей Библии, которую у него посуду отобрали и, значит, стали продавать в услышание. То есть она считается, что она закончена была в 1455 году, а печатал он ее, наверное, лет, ну, несколько лет, во всяком случае, там, то ли три, то ли четыре года, потому что у него не хватало денег на бумагу. Основные средства уходили на бумагу, бумага стоила дорого, поэтому он печатал, то есть он покупал бумагу, какую-то партию бумаги, печатал, значит, часть этого самого, какие-то листы. Причем, вы понимаете, что поскольку это не переписывание, а печать, то он, значит, сначала они набирали там какое-то некоторое количество текста, и потом эти листы должны были напечатать. После этого они разбирали, после того, как это печатали, они должны были этот шрифт разобрать, снова его набрать, но уже вдруг в следующий текст, в следующий кусок. Значит, печатать последовательно. И поэтому, значит, причем печатать надо было сразу отпечатать весь тираж, который там был, там тираж был где-то тысячи и полторы, по-моему. И это, в общем, довольно много, и поэтому, как бы у него не хватало сразу бумаги, чтобы... То есть он напечатает несколько листов печатных, дальше, значит, должен добывать деньги, чтобы новую партию бумаги купить. И поэтому, значит, вообще она в Библии, она была, то есть известно, она состоит из нескольких бумаги разных сортов, поскольку она печаталась в разное время. Ну вот, и после этого часть... Ну да, вот я сказал, что части этих самых противоучеников разъехались. Вот, в частности, я уже тоже как-то говорил, что вот такой французский ювелир, значит, мастер монетного двора, значит, Николя Жансон, которого послал Мутенвергу, собственно говоря, французский король, Генрих VII. Это, между прочим, тот самый король, который вступил на престол, то есть его возговорил престол Жан-Ангара. У него там уже был тогда уже более постарше. То есть тогда он был совсем молодой. Это уже была середина 15-го века. Вот он, в общем, послал этого самого своего мастера монетного двора, чтобы он научился искусству книгопечатника, изобретённого рыцарями Арганом Бутенвергом в городе Майнице. Он научился этому искусству, но пока он не научился, значит, король, этот самый, Карл VII умер, на французский престол вступил король Людовик XI, которого книгопечатание абсолютно не интересовало, ему интересовали территориальные завоевания и, значит, вообще говоря, верность великие. А это самое книгопечатание, оно всегда было под некоторым таким подозрением, что не ересь ли это вообще, что когда-нибудь средные книги печатают какие-то странные способы, вместо того, чтобы переписывать их после этого покупки, как делают все честные гостеры. И поэтому, значит, Николай Дженссон, он не стал возвращаться во Францию, где, собственно, его никто не ждал, а поехал он в Венецию, значит, которая тогда в этом ринге была самой прогрессивной передовой, самый, собственно, главен город, потому что, ну это можно сказать даже страной, потому что эта страна и пати не существовала, и тогда создавалась вновь мелкая государство, так же как Германия. Ну, собственно, и Франция тогда тоже, вот, а король, значит, этот самый Людовик Авинстей, он занимался тем, что он постоянно воевал с герцогом, тем самым, бургундским, Карлом Смелым, который, на самом деле, у него тогда было гораздо больше, он был гораздо богаче, у него было гораздо больше этой самой территории, и они, значит, абсолютно, собственно говоря, он пытался их отобрать, часть земель, и в общем, это не удалось, но это было не... В общем, прославился своей скупостью, коварством и всякими такими неприятными какими личностями. Ну вот, а Карл Смелый был образец такого рыцарского духа, но, тем не менее, это уже был некий анахронизм. Ладно, так вот, значит, Николай Жансон, например, ну, да, тут почему-то вот был бургулевский шрифт, тут еще какие-то есть, в общем-то, и как-то странно, тут еще с подписями, тут подписаны все работы учеников, значит, опять я имею в виду, а вот шрифты, и, в смысле, вот какие-то работы, значит, более этих самых уже состоявшихся дизайнеров, они так иногда просто отсутствуют подпись. Разрешение, конечно. Ну ладно, вот, и дальше, значит, случилось... Ну да, вот, поэтому в Генеции до, значит, где-то с 70-го, 1570-го года, по, значит, где-то, ну, то есть, вообще-то был просто самый главный город Весаса в смысле книгопечатания, в смысле книгопечатания, в Европе, и, значит, вот Николай Жансон переделал свое имя в, значит, на латинский лад, «Скалый лад» с Николаем Николаусом, и, соответственно, вот этим именем он прославился создатель, значит, самой главной, лучшей в мире антиквы, значит, вот венецианской, потом после этого был еще там... Ну, в общем, там было где-то порядка, где-то 40-50 типографий в Венеции, вот, но, тем не менее, вот этот самый искусственный был, значит, он наработал там, значит, Енсен Силом, но 10 лет, потому что он в 1480-м году был. В это время там уже открыл свою типографию Альт Манусси, о которой я тоже говорил в прошлый раз про силу книги. Ну вот, ну вот это и все, а дальше, значит, это... То есть Альт вообще просто усовершенствовал титулу до такого состояния, которое уже невозможно и дальше уже, как бы, дело перешло уже в руки, значит, французских мастеров, потому что Италия, она была слишком такой вот заманчивой страной, где, значит, все хотели ее захватить, и австрийцы, и французы, и, значит, испанцы, в общем, там, значит, и они сами друг с другом постоянно воевали все эти самые государства, вот, то есть там, в общем, началась такая вот история, когда это, в общем, было довольно трудно, значит, заниматься типографикой, то есть они продолжали, но, тем не менее, уже, ну, в этом смысле первая половина 16 века Франция испытывала... у них был Ренессанс, то есть там как раз было, только-только объединилась, там был, значит, правил король, тот самый, Франциск Первый, который, как, отличался длинным носом и, ну, в большом и большой любовью к культуре вообще, он просто активно поддерживал, значит, искусство, то есть это было прилично, он был такой роскошный город, у него, собственно говоря, на него работал первый в мире, фактически первый портретист, Жан Клюэ, и сохранились его эти самые портреты, то есть это были уже не вообще какие-то неизвестные люди, а, так сказать, абстрактного характера, а это было таким портретным, со сходством портретным, кстати, замечательно существует портрет его, значит, Франциско, да, кстати, ему, это самое, возможно, что ему так, он был не очень удачлив как завоеватель, потому что, это самое, в Италии его армию разбили, и ему пришлось, значит, оттуда выйти, из его, самое, надежды завоевать Италию, они ничем не кончатся, правда, оттуда выезд достаточно много всяких людей, в смысле пригласил все белые, в частности, Леонардо да Винчи уже, значит, сильно пожилой, он, значит, поскольку ему не нашлось место в Италии, то он, значит, переехал во Францию, и там, потом в самом городе Тижоне, по-моему, давно, причем он тоже пользовался большим уважением к короля Франциско, его, значит, назначили ему содержание, вот это было немало, потому что Леонардо тоже всю жизнь, как бы, испытывал между деньгами. Ладно, ну вот, и вот этот самый Ренессанс, вот как раз там работал Гарамон, значит, там работали, было много, несколько этих замечательных издателей, причем было несколько, во многих городах, так сказать, помимо Парижа, еще вот Леон был столицей книгопечатания во Франции, и у них тоже в городах были, работали типографии, значит, в общем, все это процветало. До середины, примерно, шестнадцатого века, когда и во Франции начались религиозные войны, вот, губенотки. И это, значит, так случилось, что, в основном, большинство, значит, типографов были как-то связаны с этими самыми, с реформаторами, то есть реформацией, в частности, с губенотами, и поэтому они, боясь преследований, начали разъезжаться. Кто уехал в Швейцарию, значит, один из Этьенов, значит, парижских печатников знаменитых, а другой, которого звали Грисков Плантен, он уехал на север, значит, там была такая страна Фландрия, на территории Экатолии сейчас находятся сразу два государства, значит, Бельгия, которая южнее, и Голландия, которая, значит, севернее. Вот. Это Фландрия тогда принадлежала испанской короне, но, в общем, там нравы были гораздо более либеральные, и, значит, этих самых заелись преследовали, но не очень сильно, то есть не всегда, и, в общем, там было как-то проще. И, значит, вот, Кристоф Плантен был парижанин, значит, начал вот свою деятельность в Париже, соответственно, вот, но потом уехал на север, вот, в город Отверг, ну, и там, значит, прославился, как один из лучших, в общем-то, когдашних издателей, он издал замечательную самую многоязычную Библию, Библию Полипорта на шести языках, вот, правда, в этой самой Библии его почти окончание разорило, но там, на самом деле, тоже был достаточно воин, и город Отверг был взят испанскими войсками, и, значит, он, в общем-то, тоже был сожжен и разрушен, в том числе и типография через издательство самого Плантена, Плантена, значит, взлет, потому что он уехал в это время, но там тоже, значит, пришлось все восстановлять сначала, потому что все было, фактически, уничтожено, то есть он снова, с него снова пришлось заводить самые печатные станки, снова, значит, открывалось в общем все дело, и дальше вот он напечатал, напечатал вот эту самую Библию, и там как раз это самое были всякие вот картинки, это самые библичные Библии, и вообще Плантена спереди не рассчитался, то есть до конца, до смерти не рассчитался, вот, но Библия это как бы действительно серьезное, это самое такое, вот, кстати, вот я в прошлый раз приносил эту самую историю, историю графического дизайна, значит, Мерса, и там как раз это самое были всякие вот картинки, это самые библичные Библии, и вообще Плантеновские издания. А главное, что он, значит, его типография, перешел, и вообще его издательский дом, после его смерти перешел к его зятю, которого звали, значит, Моретус, то есть Морет, по-французски, на латыни, поскольку тогда это латынь была такая, значит, общий язык всех образованных людей, значит, по всей Европе, вот, и, значит, он, значит, взял имя Моретус, и они, значит, фирма продолжала работать, а после, значит, и, собственно говоря, уже вот в девятнадцатом веке эту типографию просто приобрело, вот, это самое, вот, правительство города Отвергина, вот, и там был, значит, основа музей печати Плантена Моретуса, он до сих пор уже, как бы, ну, там, как бы, один из лучших музеев по книгопечатанию, я, к сожалению, там не был, ну, я еще помню часа, а, вот, это самое, когда Юльгер Гарман там учился в Гаане, то они туда ездили в это самое Плантен, смотреть и все это делали, но это дело в том, что Плантен, он работал, собственно говоря, с лучшими, лучшими мастерами, значит, он купил практически почти все наследство Гарамона, Гарамон умер до страшной бедности, как известно, в, на самом деле, середине в 1564 году, по-моему, и его имущество было продано с аукциона, значит, и большинство, большую часть шрифтов, и вообще все оснастки, купил Плантен, а, значит, там часть осталась, часть ушла в Германию, вот, значит, из-за этого мы знаем, как они выглядели, эти Гарамонские шрифты, вот, и часть осталась его последнему ученику, которого звали, это самое, Ее в любве, который заблел, собственно, считается, что он заблел кавычки, кавычки елки, который называется гигиенец, потому что в честь его маленьких бутончиков. Значит, вот один из шрифтов этого самого Плантена, который, вот, видите, шрифт Дану Пикера Рамона, значит, авсцероника, это как раз его название, то есть там его первые, фактически, до них все шрифты они назывались только по размерам, или иногда по названию этих самых, по названию изданий, которые им не набирались. Ну, в частности, значит, этот самый кегель 12 пунктов, который называется Цицера, он назван в честь сочинений Цицероев, 10 цицероевых друзьям, которые были, вот, по-моему, у них кто-то из, значит, венецианских издателей, из-за чего набирал еще в 15 веке. Так, ну, я уже вам говорил, что, насчет Атипы, что, значит, поскольку Германия, в Германии были распространены, знаете, кратические шрифты, то, соответственно, но, кстати, в Италии тоже, в Италии никогда не пользовались особым успехом, поэтому они, как бы, считались такими важными успехами. И поэтому уже первые итальянские издатели, вот, значит, Швенгейм и Банарс, они вместо того, чтобы продолжать работать шрифтами, знаете, этими готическими, как Бутенберг и, значит, остальные друзья, они решили сделать, значит, шрифт, который был распространен именно в Италии, то есть это шрифт Таралии Санафакова, то есть это самый рукописный шрифт гуманистических миноскул, они его превратили в этот самый вперед набор, и, значит, получилось... С этого началось развитие Антики. Вот я вам про это еще один раз рассказал. Вот, значит, это шрифт, нарезанный пансионистом Франсуа Гио, одним из таких вот знаменитых этих самых... Пансионисты вообще не так много знаем имен, которые этим занимались. Вот, во всяком случае, в 17 веке мы почти не знаем... Ну, то есть там два-три, значит, человека известных, но именита было гораздо больше, просто достаточно страсти. Но, к сожалению, только то, что нам известно. Вот это, значит, сюжет, такая... Это, собственно, постгородовская антиква, уже подражал, собственно, форму шрифтов гумана, и, в принципе, он в поле летя достаточно ровно. Вот сверху... Это про, значит, здравствуйте шрифтов. Это сверху эти черескочки, куда мы привели эти... Начало прописные, потом строчные, потом аллигандуры, и всякие, значит, знаки, цифры, знаки с ударениями, с всякими выполнительными акцентами. Поскольку это, вообще говоря, набирают по латыни, значит, лагоры, но тем не менее, на французском языке это требуется еще. Вот это сверху такие штуки, это знаки сокращения. То есть они были характерны вообще для средневекового письма, и, значит, первые типографы, они копировали те самые манеры. Ну, поскольку я, в общем-то, уже тоже это говорил, что поначалу они должны были изобразить тот самый... То есть они должны были имитировать, значит, набором и средствами, печатать, мультируют форму конечной книги. И поэтому Вуденберг, как бы, значит, сделал шрифт того книга, который был наиболее распространен тогда в Германии. А, значит, эти самые люди, работающие в Италии, они взяли шрифт, который был в пользу популярности в Италии, и, значит, они его творчески переработали. Вот, в частности, значит, Николай Денсон, значит, это... И Альбом Аноций, в смысле, роткань честного грифа, который у него урезал шрифт. Вот, это случилось, вот. В общем, это уже была такая развитая ретикла, значит, уже не вторая половина была, 16 лет. Вот. Ну вот, значит, еще другой шрифт. Вот, значит, Риале Рамен, значит, который... Парагон Рамена, значит, нарезанный пансионистом Хенриком Ландерфееве. Еще один, значит, известный человек, который работал, значит, он был как раз в Ахламбрии, жил, значит, в любом каталогичных турплаты на 1585 году. Значит, это пошли примерно 1576 года, то есть вторая половина 16-го века. Вот. И, вот видите, это у него курсив такой, очень, с разными... Достаточно разный наклон у него, то есть на знаке. Имеют разные наклоны, у него строчные. Прогрестные, они более-менее быстрые, а вот строчные, и немножко качающиеся. Ну, это как принято было, собственно, у Гарамона и всех его последователей. Хотя, на самом деле, самые лучшие шрифты курсивные считались... То есть это не Гарамоновские, а шрифты Робера Ганжона. Вот. Который, вообще, был младше современник Гарамона, и даже где-то, 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 не за последователей... Они, наверное, являвали знакомые, но я даже где-то встречал их. К упоминанию того, что он учился у Гарамона, но я не умею, возможно, что он был знаком. Во всяком случае, он пользовался не меньше слабой, чем Гарамон, и в конце жизни он работал тоже непосредственно на Планте. Собственно, он был первый человек, у которого Планте непосредственно нанял уже для разработки конкретного шрифта, потому что, значит, он предпочитал покупать готовность. Но вот именно Робера Гранжона Планте нанял, чтобы было его курсивы. И, кстати, именно в этом самом, в музее Планте-на-Ретуса в Антерпене сохранился вот этот самый оттиск знаменитых шрифтов из самой немецкой типографии конца 16 века, уже после смерти Гарамона, где, значит, написано, что вот эти вот образцы шрифтов, значит, там прямые, обычно прямое начертание, значит, написано, что это работа Гарамона, а, значит, соответствующее курсивное начертание написано, что это работа, значит, Робера Гранжона. И, собственно говоря, это и послужило в результате находки вот этого самого листа, который я вам потом, даже я не знаю, сейчас... А, наверное, даже и сейчас... Вот, когда нужно найти это самое, как бы, нужно найти это... Нужно найти это... А, конечно, да. Собрал. Может быть. Ну, это будет, было бы, было бы, было бы... Вы, обычно там... Вы, опять же, так... Это будет шаг то, что не мешало, хотя и это будет, А, я или кое-то там не... Сейчас вам тут не слышится, как мы участвуем. Как мы стараемся, что там... Не стараемся, что там, ese будет дорого, не ступи. Да. Так. Так что здесь нет... Вот сам гарамонт, вот как раз этот самый фрагмент этого листа, как-то тут, кстати, ощущение меньше, чем вот. То есть, на самом деле, этот напечатан, ну, он вот такой вот, примерно, размера. А, я принесу, я не помню, я приносил ведь или нет. Это самое, у меня такая есть вот самый каталог шрифтов, то есть, который подредает к системе Моррисона, каталог шрифтов английско-шотландской типографии с 16-го по 18-й, по-моему, лет. Там, этот самый, вот, шрифты из типографии Глона Бернера 19-го года. Это самый, то есть, вот этот образец, он сохранился, именно, наверное, в музее Платтеново-Лютусинске. Вот это вот только начало, видите, здесь еще и греческий, между прочим, и это вот, он такой вот длинный, то есть, если он здесь сильно вылечен, естественно, то есть, если Моррисон умер в 1561 году. Да. Ну да, ну вот, те самые... Как-то меньше, чем... Значит, вот у нас антиповый классик плоды Горрогона, я все-таки покажу вам, собственно говоря, вот здесь, видите, здесь тоже те же самые акценты, только еще больше, и вот это вот, эти самые аллигатуры, вот такие вот, с такими странными вещами, с перечеркнутыми в проектах буквы вместе с, не самыми, с дополнениями. И это, как бы, о просвете средневековых тех самых перенеченностей, но у нас сейчас остались только вот такие леготуры, фактически, вот, А, Е, О, Е, но ЦТ это не очень, но это ФФ, ФА, ФА, С, С, это долгая, так называемая, это длинная С, долгая, так сказать, они... Вот нормальное С вот такое вот, писалось только в конце стола, а в середине стола используется вот такое вот, длинное С, оно очень похоже на С, только у Ф перечеркнутые, вот эта самая леготая с перекладина, а здесь только с анжеткой, даже вообще, может, ничего не будет. А вот, ну, звоните же здесь, просто смеяться, не перечеркнулись. Ну да, ну да, да, вот это. Потому что здесь, здесь с ней и легать те же самые леготые. Ну вот, и тут вот еще леготические, однако, у меня это известно. Вот, это уже Жан Жанон, это уже как бы потом то, что... Вот, я потом вам все... Так, сейчас, потому что это современная гармония. Ну вот, я вот так, где я все сделаю, это как бы будет... Это сокращенная гармония. Сейчас я вернусь туда, где... Вот, это, значит, шрифты уже от Кендрика Ван Данклиера. Значит, это цифровая версия этого самого шрифта. То есть голландская фирма Type Library DTL в 1995 году сделала цифровый вариант цифрового шрифта под названием DTL Ван Данклиера. Значит, вот его как бы эскизы такие... То есть на основе вот этого настоящего, реальность шрифта, они сделали, значит, цифровой версию, вот характерная лба А, видите? С сильно обрезанной каплей. То есть, фактически каплей нету. И даже рощика не осталось, а просто вот такая вот... Дальше наступает век XVII, и, собственно говоря, начинается в XVII веке главное издательство. Здесь вообще вся, ну вот я уже говорил, собственно говоря, центр производства шрифтов перемещается еще севернее, и вот, собственно, то, что называется сейчас Голландия. Дело в том, что, то есть вот поначалу это было, сначала была Германия, потом Италия, потом Франция, потом вот, значит, Фландрия и вот еще севернее. Дело в том, что, это не значит, что они в остальных местах перестали делать шрифты, но самые лучшие шрифты, как-то вот какой-то, вот это такой благочащий центр. Значит, после, в XVIII веке шрифтовой центр переместился уже в Англию, и потом, опять-таки, во Франции это все как-то снова вернулось. Но, вот, значит, XVII век, это первый век такого, собственно говоря, господства именно голландской школы шрифтовой, и главным образом благодаря деятельности издательства изюверов. Значит, основателя этой самой фирмы, Абрахам, он его звали, Элизавир, первый самый, он был переплетчиком у Плантенны. Это было в XVII веке. То есть, в конце, в XVI веке. Значит, он, значит, потом у Плантенны, он после смерти Плантенны вот туда ушел, и уехал из Антепана на север, в свой, значит, родной город Лейден, и, значит, там основал, собственно, фирму. Потом у него были там дети, потом у детей были свои дети, и там еще какие-то там племянники. В общем, это такая была семейная фирма. В общем, было в середине, в середине XVII века в нескольких голландских городах были самые разные, то есть, Элизавиры были там, то есть, в одном там Амстердалье, сначала в Лейдене, потом в Амстердалье, значит, они переместились. То есть, это не одни и те же люди, а это были разные, значит, они были родственники, они там друг у друга перекупали это самое дело и открывали свои собственные, и, так сказать, там иногда просто они параллельно существовали, тем самым они конкурировали. Ну, в общем, это все называются Элизавиры. И Элизавиры, да. Дело в том, что еще... Почему так вот в Голландии так получилось, что жертвы такие стали хорошо делать делать? Дело в том, что Голландия как раз в XVII веке была самой передовой этой самой страной в Европе. Они как раз, они лет двадцать воевали с Испанией за независимость, вот, как раз в конце, то есть во второй половине XVI века. И в самом начале XVII века, если я не ошибаюсь, в конце XVI века, они, наконец, отвоевали. Они, значит, отделились от испанской короны, но не целиком, а, значит, только семь северных провинций Флангарии. Значит, южная часть Флангарии осталась, то, что сейчас называется Бельгия, она осталась под французским, под этим самым, под испанским, значит, господством. Ну, там вообще все это было довольно... Нельзя сказать, что там при испанцах было совсем нехорошо, хотя там работала композиция, значит, всякие были, вот. Вместе с тем, значит, самое... Там тоже процветал Живкость, например. Вот Робинс, например, был придворный художник испанского короля. Вот, а, кстати, между прочим, Аплатену присвоили звание придворного типографа испанского короля. Вот, поэтому, значит, он как бы пользовался, и он работал частично на испанском, и, значит, на двор, испанский, то есть... И, кстати, Библию, значит, он взял в этом самом испанском казначействе ссуду, и на эти деньги он, значит, и искал свою многоязычную Библию. Вот. Ну, по-моему, дело, что надо было эти деньги отдавать, а отдавать просто сложно. Ну, то есть, ну, после того, как семь северных провинций, которые образовали, собственно, Голландию, они получили независимость, они... То есть, это страна просто стала такой, страна победившего капитализма, то есть, они вообще... То есть, там, начались колониальные завоевания, они, значит, вот... Ушли, там, в Индию, значит, на эти самые... В Индонезии была огромная колония, вот. Такая была... Голландские купцы, они плавали по всему миру, то есть, была... То есть, была глава таких, это самое... Торговых стран, торговые посредники между... между всеми, значит, державами, вот. В частности, они, как раз в 16-м веке, начали активно, значит, в Московскую Русь стали проникать, и вот уже в 17-м веке, собственно говоря, уже образовалась целая колония, вот, в Москве, голландских купцов, вот. И там уже, когда... Вот это, в Лефорде, значит, там... Первое, это, как, ну... Еще тогда, в Уличе, значит, совсем молодым, он просто оттуда не вылезал, но там были друзья, потом он там себе, значит, залет, сам, любовь, вот, да, вот. И, в общем, это было, как бы, такое вот, окно в Европу. Вот. Вот. И голландцы в середине 17-го века весьма успешно воевали с Англией, которая тоже была не слабым государством к этому времени. Вот. Настолько не настолько успешно, что был такой эпизод в середине 17-го века, они просто сожгли практически весь английский флот. В общем, не в сражении где-то на море, а просто они взяли штурмом Тензу. То есть они просто прошли по Тензе, как это самое ураганам, и сожгли корабли, которые там стояли, отстаивались на землю. В общем, почему-то зимой голландцы плавали, а англичане не могли. В общем, там была совершенно ужасная история, когда они настолько напряглись. То есть Голландия, все-таки, была не очень большой страной, и экономик этого дела не выкрепил. То есть это была последняя война с Англией, и после этого они уже уступили, так сказать, сам первый странный момент, уже после этого именно Англия стала этим самым благочицем. Но, тем не менее, эпизоды такие были. Причем этих войн было там несколько. То есть это была такая мировая держава, которая уже не просто, так сказать, сконцентрировалась где-то на своих собственных делах, а она... То есть это люди, голландские цы, плавали по всему миру, значит, они вот некоторые даже в XVII веке там открывали Сибирь, обязательно писали какие-то огромные книги про там, там, значит, где что находится. Значит, они описали... Открыли массу островов в Тихом океане, описали множество, значит, таких неизвестных стран. Вот, и поэтому, как бы это была такая очень высококультурная, значит, страна, и там... Они отличались... Во-первых, она была... Да, еще... Дело в том, что, когда, значит, Ландерия разделилась, она разделилась еще к религиозному признаку. Значит, южная часть, она католическая, она осталась, значит, в Испании. А северная часть была уже протестантская, значит, Ленинская, скорее всего. И они как раз вот образовали Голландию. Вот, и поэтому они там, вообще, были достаточно либерально, на самом деле, нравы. Там никакой инквизиции не было, и, в общем, как бы не... Достаточно много было и выходцев из других стран, жило, и там, скажем, была большая еврейская колония в этом самом Акстердаме, и это было нормально, это сказать, кто их там принесли там, вот, в отличие от, скажем, Испании, даже Англии и Франции. Вот, и это, в общем... То есть, это была такая... Самое свободное место вообще, и, в частности, там страна. И поэтому там, значит, расцветали науки, искусство, и, в частности, и книга печати. Вот, значит, подход. Это титульный лист этого самого. Значит, это... Книга Галилея, Галилея у Галилея, беседы, математические доказательства. Это дело, значит, между философом и математическим, значит, и этим самым... А, это он, значит, Синьор Галилео Галилея или Ленцео, значит, философ и математик, значит, его и то самое высочество, великого герцога Таскада. Значит, издано в Лейдене, там, там, в 1638 году. Значит, из Галилея. Это, значит, самая издательская марта из Галилея. Философ под деревом, и, значит, он... Дерево такое явно философское, то есть, он там... И, значит, девиз тут вот на ленте написан, но соус не один, не единственный. Значит, это... В принципе, это была как раз книга, где утверждалось, что, значит, Земля вращается вокруг Солнца, а не так, как в средней веке считалось наоборот, что, значит, все вращается вокруг Земли, Земля в центре Вселенной. Вот, значит, собственно, Галилея Галилея сожгли за утверждение о правде. Вот, ну, Галилея, как известно, его инфизиция, в конце концов, взяла в оборот, и, значит, ему пришлось признать, что он ошибался. Что, на самом деле, Земля... То есть, Солнце вращается вокруг Земли, но говорят, что он после этого все равно... Ну, то есть, он признаться-признался, потому что, ну, чтобы спасти собственную жизнь. Но не это самое. Он не был перебужден. Он приписывал слова, что все-таки доверкаться, когда он, значит, произнес, значит, эту самую формулу отречения, а потом, когда отошел к этому моменту, он сказал, что все-таки доверкаться. Ну, ладно. Вот это вот одна из его книг, которая, значит, пользовалась таким большим успехом. Да. Кроме всего прочего, значит, Зверы издавали... Ну, да, они издавали много всякой литературы, только по математике, по, значит, физике, вообще научной литературе, там, словари издавали всяких разных странных этих самых народов. Вот. В том числе издавал, тоже пользовались большим спросом, значит, издавали карты и всякие путевые замены. Вот. И вот, в частности, огромным, огромным успехом пользовалась их серия этих самых стран и народов. Вот. Значит, это такие были... Да. Эльзивиры, собственно говоря, было, ну, как вот Аль и Альдины, были нарицательные Альдины, маленькие книжечки, которые, значит, можно было носить с собой, карманного формата. То, значит, эти самые Эльзивиры, тоже они выпускали книги, помимо того, что их, значит, их печатали в крупном формате, они стали выпускать серию книг карманного формата. Вот эти самые вот, в этом карманном формате как раз выходили всякие, ну, там, в книжке как раз их много пока. Этих самых картинок. Вот. Вот, в частности, это, это самое, титульный лист одного из выпусков, который называется, значит, «Руссия или Московия. Минутная Татария». Тартария. Вот. Вот эти самые изображены, значит, местные жители, таких вот, бородатые странного вида, странных шапок. Для европейства это, конечно, было совершенно... ну, там год была совсем другая. Это уже, видишь, 630-й год. Начало, первая половина этого самого, шестнадцатого года. Семнадцатого года, прошу прощения. Вот. Это, значит, гармированный титул, где это вот в Изибири, по дороге вот это, это, по-моему, этот самый, это, по-моему, этот самый, это, по-моему, дверь. Хотя нет, где-то дверь. Потому что такая батария, это одна из строителей, с голами. Вот. Значит, и их шрифты тоже, они, как бы, замечательные, в том смысле, что это следующее, это, как бы голландская цикла, значит, так называемая, 17-го века. Вот. Сейчас я на них посмотрю поближе. Вот. Вот это, соответственно, это сочинение Декарта, Рене Декарта, значит, знаменого французского философа, это, собственно, вот, возмышления первой философии. Значит, это уже середина 17-го века. В Амстердаме, значит, этот самый, Владивейка Инзевир, это один из, там, по-моему, внуков, основателя Инзевира. Вот. Уже в Амстердаме, значит, наборный тип. Видите, это, собственно, вот тоже, ну, другая парка, тут тоже с, тем самым, венером, но здесь у философа изображён, а в Афине, в Амстердаме, в Афине, в Швейне, из-за написанных, написано что-то. А тут, что написано? Да, конечно. Да, да, конечно. У Грошиила... Вот, здесь ещё вот за вазки, это самое, Птица Афина и Силы Болуста. Афина Болуста и Война Болуста. И Война Болуста. Она Война Болуста. Там Война Болуста была разного Марса. А Афина была, кстати, тем... Она Марс всегда побеждала, потому что Марс был... Кроме этого, собственно, Олеса была... Кроме мышцы и, значит, силы, чьи на Болуста... Она была с помощью выказки. Когда, например, покровитель наук, искусств, значит, города Афина... Ну, ладно. Значит, вот это шрифт, который, значит, использовался в Сильверме. И, значит, очень много шрифтов известных, так сказать... Там несколько человек, которые это делали... Один из этих людей, самый, так сказать, известный... Креста Филвангей, значит, пансионист. Он родился в 1601 году и умер в 1669 году. Значит, о нем, вообще говоря, мало что известно. То есть известные его шрифты. Они остались, значит, в типографии Венера и, собственно говоря, было... Ну да, вот это вот как раз весь образец большой. Значит, вот этот вот фрагмент его шрифтов... Вот это, кстати, вот эти вот крупнохиберные шрифты, вот эти вот, большие... Это, может быть, даже и не он. Потому что они достаточно такие шутковато выглядят, такие архавичные несколько. И он замечательный текстовый шрифт. Вот, видите, текстовый курсив. То есть они тут уничтожили. То есть от более... Варионерку, наверное, шрифт. Вот, значит, сохранился такой вот большой-большой... То есть небольшой, а вот тоже вот такой лист образцов этого самого шрифтов. Вот этот вот. То есть это вот целиком так это выглядит. И сохранился он опять же в музее Фландерного Ретуса. И сохранилось письмо. Здесь вообще написано вот что сверху. Значит, образцы, значит, Уф и Витя, которые, значит, опечатаны вдовой. То есть, вдовой Кристофа Норбейка, они, наверное, были опечатаны для вдовой Даниэля Зиллера. В конце, значит, 1681 году. В конце 17-го века. Значит, история заключалась в том, что вообще, говоря про Кристофа Норбейка, мало что известно. Известно вот этот вот, значит, этот лист, каталог, собственно, шрифтов, его работы. Значит, где это написано? Значит, дело в том, что в 1680 году один из последних Даниэль Зиллер, который, значит, работал в Амстердаме, у него там была, значит, вот типография и издательство, он в 1680 году умер. Вот, и вдова, где была вдова, она решила продать дело. Вообще, говорю, там женщины в это время мало занимались делами, они предпочитали, ну, как они были в ночь. И, значит, был назначен аукцион по продаже, значит, того, продаже материалов, в общем, всего, значит, шрифтов, там, типографских материалов, значит, отпечаток книг, там, или непредпечаток, в общем, всего, что было как раз в момент его смерти. Вот, и она была, значит, на весну 1681 года, и к этому аукциону была издана вот этот самый вот, вот этот вот лист для того, чтобы, значит, ну, участники аукциона знали, какие шрифты они покупают, как они выглядят, вот. А вообще, она, эта самая вдова, значит, Даниэля Экзелера, послала этот лист, отпечаток, одну из копий, значит, из-за первого, значит, образцового шрифта, послала, опять же, вдове, значит, этого, Баретуса в Анферме с просьбой помочь ей в реализации этих самых шрифтов. То есть она, веримо, надеялась, что это, может быть, все купят, может быть, вот. И вот, по этому случаю, значит, сохранилось ее письмо, и сохранился вот этот самый сложный вот этот вот образец шрифтов. Вот, но надо сказать, что аукцион не состоялся, потому что она просто тоже умерла, она не дожила какие-то эти самые даты. Вот, а вот, значит, как раз, это самый, а, каталог фирмы Экзелера, я приняю, это тащу на следующий раз. Значит, вот, наверное, вот это вот образцы шрифтов работы Креста в Аддейха, которые, значит, они сохранились, собственно говоря, в Голландии, и вот, в частности, в фирме существующей до сих пор, фирмы Экзелера, она была основана где-то в XVIII веке, даже еще раньше. И, значит, вот это вот каталог 1806 года, то есть начало XIX века. И вот там есть образцы, там, кстати, есть образцы, у меня вот есть факсимильные издания, там самого, каталог, нету каталога более раннего. Вот, там есть образцы шрифтов Гарамона и, значит, Робера Гранжона, и, в частности, вот Креста Финалдейха. То есть эти шрифты работали еще, хотя они были сделаны в середине XVII века, они работали до... вплоть до... еще в XIX веке, значит, их и через год. Вот. Ну вот, значит, слева это тоже образцы того же самого шрифта из другого каталога, вот тоже фирмы Экзелера, значит, 1768 года. То есть это практически через сто лет после их, значит, то самое, после того, как их сделали, как он их вырезал, они продолжали. То есть там, собственно говоря, сохранились пансоны, сохранились матрицы, и они могли отливать новые и новые... Где вот новые отливки, то есть новые литеры, когда они изнашивались, смогли их пополнять, так сказать, и продолжать. Вот, значит, так это выглядел, значит, такой каталог, он был такой... Была все, такая вот рамочка из цветов, из ароматальных таких, вот в середине, значит, сам... Ну, в виде книги, это уже не видео, но листа, а в виде книги, значит, вот курсив... Да, курсив работает в листах на модели. Видите, довольно слабый, здесь более ровный, чем у этого самого, чем у Кенбриха Фандашкея, то он же тоже такой довольно легкий курсив, вот. Значит, это шрифты, такие типично, как говорится, буржуазные. Голландская антиква, она очень деловая, она предназначена для того, чтобы... чтобы ее очень хорошо читается, значит, будут читаемые сносовые, особо мелкие кекли, потому что издавали маленькие, из небольшого формата книги, значит, нельзя было использовать крупные кекли, потому что места не было, вот. И, соответственно, они очень с большим искусством вырезали вот эти мелкие кекли, и очень по их раху были хорошо выполнены, вот. Значит, это они все еще... Ну, в принципе, это те же самые шрифты, очень похожие на шрифты Гарабона, которые сделаны с большим искусством, вырезаны, в принципе. Более тонко, значит, с тонкими засечками, не очень контрастные, значит, с увеличенным, этим самым, увеличенным очков строчных, то есть для того, чтобы ее, можно было считать мелкие кекли, мы, значит, изменили пропорции. То есть, если те уж угрома, они более-более мелкие, здесь они немножко крупные, вот. И, в общем-то, они, хотя там, значит, присутствуют всякие орнаментальные, значит, эти орнаменты какие-то, вот, но, в принципе, эти шрифты, они особо, такие, достаточно деловые. То есть они не заменят, то есть никакого такого дополнительного украшательства, тут нету, у них очень приятно, но, вместе с тем, они, поэтому, они пользуются до сих пор большим спросом. В общем, очень красивая вещь, как вы видите, одна замка пользуется, вот, 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 обратите внимание, что курсив, он, все-таки, он немножко, даже прописные немножко отличаются от прямого начертания, то есть не просто наклонный шрифт, здесь вот эти яды совершенно измененные, то есть медленная форма, вот, а себе наклонная, в, да, у, значит, и это самое гибель, то есть термо иксилон, энергетически, из такой вот, так сказать, заглотой танцы, потом вот еще, характерно, значит, джей, он большой, длинный, свисающий, с таким вот красивым этим саморозчиком, еще и буквы Q тоже, она такая, вот, так, затрочена, спинажем, вот, а, точнее, очень, то самое, вот, достаточно, достаточно деловые такие, в общем, без особых излишек, вот, вот, характерная буквы G, форма, значит, такая, с земли, вот, ну, это, на самом деле, уже цифровая версия, значит, шрифта Лантейп, значит, разработанная немецкой ферми как-то, ну, уже немножко не было, то есть они, на самом деле, сделали этот самый, какой-нибудь там шрифт, собственно, металлический, уже машинный, значит, наверное, вот лаборный, а теперь уже цифровая версия. Так, вон, сейчас вот самая пара. Еще вот есть несколько образцов шрифтов голландских, значит, вот это голландский полосонист Дирк Воскинс, он был самый, значит, знаменитый шрифтовый мастер, уже второй половины, значит, конца, конца 17-го века, вот его, значит, обратно, собственно говоря, шрифтит в Европу. Вот, это двойной ниты, наверное, охво, это значит, терция антипы, вот это, терция антипа, а это такая, текст антипы, а, текст антипы, потому что вот здесь этим самым, это фрактуры, да, правда, по себе там, понимаете, вот, это значит, это самое, вроде, реверный метр антипы, большой круг, то есть это самое, больший вид крупный вид. Вот, ну вот, видите, все эти самые, крупные кегли, они довольно странные, немножко контрастные, так и активные, вот, а человек, например, мельче, шрифтит, тем он более спокойный, и его очень хорошо читают. Вот, и вот еще образцы, значит, и тот голландский, еще голландского полосониста Артёра Янсена, он работал в Лярисе, в Германии, вот, ну, тоже такой же, это, как бы, лист не в виде, не в виде книги, а, видите, в виде листа, вот, не очень все хорошо видно, но внизу, тогда, как бы, два образца есть, добрый, а в каком-то, где, да, в самом-то, в самом-то, большом этапе, но, значит, в нем, причем-то, я не помню, там, возможно, еще и какие-то, может быть, греческие, я не знаю, так, ну, я не знаю, дальше вот идут у меня про Киша, история, я вам про Киша уже рассказывал частично, вот, значит, ну, это, как бы, тоже образцы, ну, это, как бы, один из лучших, вот, Кристиффел Ландейк и, значит, Николай Киш, это, вот, две вершины голландского шрифтового дизайна 17 века, причем, Кристиффел Ландейк это середина 17 века, а Киш это конец 17 века, то есть, ну, и вообще, как бы, я, полагаю, что, собственно говоря, шрифты Киша это, вообще, те самые красивые шрифты, вообще, самые лучшие шрифты по качеству такой латинской антиквы, ну, прям надежные, ну, шути, поэтому я и юридическую версию делал в своем время, да, но давно, долго хотел, и, в конце концов, сделала, вот, значит, и самая история замечательная, то есть, сам человек удивительный, вот, я вам говорил, по-моему, уже, значит, он был, родился в этой самой Венгрии, говорит, значит, по-национальски по Венгрии, вот, а, значит, его, эта самая страна называлась Консильвания, тогда она была, находила, то есть, это вот, то, что не нынешняя Венгрия, это вот, нынешняя Венгрия, она занимала только часть Консильвании, а часть, значит, другая часть, это вот нынешняя Румыния, и часть еще, ты сам, часть Австрии, по-моему, вот, и они находились посредине между австрийской, священной империей, значит, австрийской нацией, и турецкой империей, это столица, это в Стамбуле, вот, и там постоянно были войны, в общем, это было довольно такое тяжелое время, как раз у нас на столице, там жить было довольно много, прямо сказать, вот, Киш родился на севере, там, в Сальвании, там, где сейчас тоже Румыния находится, маленький городишко, который назывался Тонфон, вот, его прозвище, так сказать, Миклош Киш, тот получше Миклош Киш, значит, в Боленгевске, означает, маленький, этот сам, маленький Николай, из, значит, городка Тольфон, Нижний Тольфон, вот, то есть Киш это маленький, вот, его, значит, уже прям фамилия считается, и, значит, вообще вся история, на самом деле, у меня изложена в этой самой, в книге про антикл, в Белую, значит, там, в начале двадцатого века были, значит, в Лянтике найден шрифт, который немедленно приписали голландскому саму Антону Янсену, который там когда-то работал, шрифт был совершенно замечательным, но у нас, они его немедленно, фирма, самая, Штемпель, по-моему, его купила, они его немедленно, значит, выпустили, куплен, найден там, в этом самом типографии, в одной из типографий города Лепсика, найден шрифт, и неизвестно кому принадлежащий, в смысле, кто его делал, неизвестно было, вот, но это его тут же приписали Антону Янсену, и, значит, выпустили его под именем, значит, Янсен Антипа, Янсен Борсин, вы, пожалуйста, у нас этот образ цели, ферма-шлим, за ним его купила, и, значит, считалось это долгое время, что в 19-м году, вот, у нас Рожжанская война была, а там, то есть, хотя там тоже была Рожжанская война, но это не помешало. Так, и, значит, этот шрифт, вообще считалось, что он до сих пор называется Янсен, хотя, значит, только уже непосредственно перед Второй мировой войной, был, значит, в искусственном архиве Богапеште, был обнаружен такой вот тоже не весь образец шрифтов, он был больше, но у меня, опять же, в книжке воспроизведён, там, можете, если никому не есть, можно там взглядеть, как мы сегодня сделаем у нас, то есть он же на небольшой герой. Вот, это фрагменты этого самого листа, тоже отпечатанный этим самым, такой вот образцы шрифтов, которые вот, там, внизу, значит, была надпись на голландском языке, что это, значит, образцы новых букв, нововырезанных, значит, мастером Миклэшем Хишем, значит, и если кому они там, типа, вы хотите их купить, их можно приобрести, значит, по недорогой цене у большим понятного мастера, который, значит, и существует, ну, в смысле, имеет местонахождение в Амстердаме, там, да, указан адрес, там, значит, вот, вывеской пивной у лебедя, значит, в доме, там, таком-то пыльца, из-за дома в Варнера-Варнерша, кажется, вот, их там можно приобрести по, значит, недорогой цене, вот, и, значит, когда сравнили, ну, это было перед самой мировой войной, и никто тогда на это самое не обратил внимания, на это, значит, на образцы этого шрифта, вот, а уже после войны, когда у нас все успокоилось, где-то 50-е годы, значит, к нему вернулись, и когда, значит, рассмотрели, кстати, экспертизой занимался отец, отец Мэтью Картера, значит, Гарри Картер, который был известной историей типографики, как известно, вот, и они, знаете, он сравнили, то есть он был не один, а их несколько было экспертов, в общем, они, значит, когда сравнили, рассмотрели, как следует этот самый образ этого шрифта, в смысле вот этого вот, то оказалось, что они, на самом деле, то, что было приписано Дьянсону, то есть сам шрифты, значит, Дьянсон-Антипу и Дьянсон-Курсик, это, собственно говоря, работы Микл Шетиша, то есть по нашему, говоря, Николай. То есть, которые были, значит, собственно, да, этот, значит, сам образцы, вот этот вот самый каталог, как бы, этот листовой, он не датирован, но, значит, по архивам, было, значит, выяснено, что Киш работал в Амстердаме, у него там была собственная мастерская, то есть он там, значит, врезал шрифты на заказ, он работал, значит, вот с 1680-го по 1689-й, вот, то есть это где-то середине этого, ну там, скажем, он считает, что это 1686-1985-го года, около 1686-го года, написано. Вот это самое образное шрифты, у нас были напечатаны. Вот. Значит, а дело было вот чем, что, значит, Киш вообще-то в Амстердаме не собирался, вот он родился в этом самом маленьком городке на севере Трансильвании, потом там был единственный, этот самый, ну вот, в этом, он окончил, окончил там школу, и, значит, его послали учиться, то есть у него там нашлись люди, которые были, дали, наверное, деньги там, богатые относительно, значит, тогда была такая, принято, значит, это самое, детей из бедных семей, значит, это самое, насчет каких-то богатых людей, значит, отставляли в школу, потому что они получали образование, и так вот, значит, его отправили в духовную академию, там, значит, город Энгель, по-моему, это назывался, то есть такая академия была церковная, но, значит, церковь была протестантская, кальвинистская церковь, значит, это вот венгерская реформанская церковь, вот как раз она была в этом самом, то есть там не бургатурь, видимо, уже к этому времени, а, значит, это была господствующая церковь в этом районе, вот, и он там, он его обход, члену самой духовной академии, то есть это было вроде института, вот, получил, защитил диссертацию, и его отправили, значит, директором школы в каком-то еще, там тоже, в городе по соседству, директором гимназии, и он, собственно, собирался учиться, дальше, значит, защищать, если по кейсерскому диссертацию, принимать духовный сам, вот, он совершенно не думал заниматься этим самым. типографикой, там, есть шрифты и так далее, то есть он об этом просто не знал. Вот тут случилась такая штука, что, значит, было руководство этой самой церкви, реформатской, значит, она решила, что нужно опечатать новую библию на египском языке. Дело в том, что у них там одна библия уже была отпечатана, несколько, несколько десятков лет ранее, вот, она была, такая довольно, то, что называется, престольная библия для богослужений, то есть она была большая, большая, толстая, естественно, и ее была и дорогая. И, а, значит, на самом деле, собственно, в чем информация заключалась, одна из, так сказать, основных таких позиций реформатской церкви заключается в том, что каждый человек должен читать свою библию, то есть он не, потому что в католицизме это было не очень, не принято, то есть там были, значит, полномочные лица, то есть священники, которых, значит, учили, и они, значит, умели читать, и они, значит, умели читать и друговать священное писание. А простым людям это было не положено. Вот. Значит, первый Лютер, когда он начинал эту самую реформацию, он перевел библию на немецкий язык, значит, с тем, чтобы каждый, каждый человек мог прочитать своими собственными глазами все это, и, значит, сам понять, что к чему. Вот. Это, конечно, вело к некоторым именам, провоцировало вольномыслие, но, видимо, они настолько хотели, настолько не могли дальше существовать в рамках, значит, металлической церкви, что это их не остановило. Вот. Вот, значит, это была такая правильная, правильная, значит, самая реформанская идея, что каждый человек должен иметь возможность читать библию. Вот. Поэтому библию перевозили на все европейские языки, в частности, ну, венгерский язык, вы, не знаю, видели, в общем, венгерский язык, он очень такой, достаточно сложный, непохожный, поскольку он относится по украинской семье, он похож немножко, может быть, на финский, и на какие-то языки наши, это самый, северных дорог. Вот. там. Но европейские все языки относятся к европейской группе, то есть, значит, германские языки, и романские, и славянские, они абсолютно не похожи. В общем, это была такая специальная задача. Вот. И, значит, вот они бы решили, что нужно собрать денег, и, значит, напечатать эту самую библию, такой более умеренного формата, ну, не то, что карманную она не получается, но как библию, которую можно поставить, которая была бы не очень дорогая, которую можно было бы, значит, использовать дома, в смысле поставить на книжную полку и читать ее в этом. Вот. И, ну, поскольку непосредственно в этой Транссильвании там было, вообще в это время не было ни одной типографии, если ее не были, там не хватало явно таких кадров местных, которые бы это делали, вот, потому что там непрерывная была, самая больная, и, в общем, такая была жизнь, не очень. Буду приятствующая всякой такой культурным развитию. Вот. То, когда они решили, что нужно задействовать диновекцев, значит, именно в Голландию, значит, отправили посольство и, значит, договорились с первой Даниэлем Эльзевера, то есть, впоследствии с Даниэлем Эльзевером, что он возьмет на себя самую печать или самую библию. Но им нужен был, значит, человек, который владел бы английским языком, чтобы только читать корректуру и, значит, редактировать текст, если надо будет, и, значит, вообще, просто, чтобы человек, как это называется, то есть, выпускающий, редактор должен был быть. То есть, должен был быть человек, который отвечал за это издание. Вот. Естественно, в Голландии таких людей было нет, и они найти не могли. Вот. И они тогда, вот это само руководство в Мунгерской этой самой церкви, оно вспомнило о Кише, который был вполне самым образованный человек, молодой и достаточно энергичный, для того, чтобы он мог поручить такое вот тело. Это вполне стандартно. Вот. И они, ему это как бы было поручено именно как самый духовный путь. То есть, они ему сказали, значит, выделим какие-то суммы, вот, и он отправился в Комстрадам. Вот. Значит, он ехал туда, я не знаю, около месяца, а когда он приехал, оказалось, что, к сожалению, что Дениэль Зевир за месяц до того, как он приехал, он умер. Вот. И все предприятие просто под угрозой, потому что вдова Дениэль Зевиренко, как я вам уже показывал, она, значит, вообще закрывала тело, вот это вот, то, что они напечатали вот это тело, то есть, она решила дело продать, потому что она собраться не могла. И тогда, значит, а денег у него было недостаточно, чтобы кому-то заказывать еще. Вот. Тогда он сказал, что он сам научится делать язык-шрифты, и, значит, и сам напечатает эту самую Библию, то есть, он взял все на себе. Значит, он поступил, и почему я еще вам Хоскинса показывал, он поступил к Хоскинсу в ученики, причем заплатил за это обучение достаточно серьезные деньги, которые, ну, наверное, почти все, которые у него были. Я не помню, опять же, в книжке там написал. 200 кольцов? Да, наверное. Папа говорит, много или массу 200 кольцов? Ну, много там, потому что, когда, наверное, ну, то есть, я не знаю, он потом брал за, то самое Бабульгану, за, то самое, за, за, за один знак, за эту бонсунь. То есть, это, это, это было серьезно. Я думаю, это, это была цена, наверное, там, я не знаю, может быть, одного, и, главное, что он, Волстинс не брал учеников местных, потому что он боялся конкуренции. И взял, значит, Киша только потому, что считал, что он иностранец, и он, значит, здесь ему конкуренцию составить не сможем. Он, значит, научится, он едет к себе. Вот. Но у Киши была некая самая идея, в смысле, миссия, он должен был эту самую издать Библию. Он, значит, вот, действительно, он выучился из-за шрифты, оказалось, что вот он, именно вот человек, который создан для этого. Кто это заранее, то есть он сам об этом, наверное, назревал. Вот. И он, значит, где-то за полтора года, примерно, он, значит, это делал. То есть он сначала обучился общим типографическим ремесу какому-то, вот, а потом он, значит, непосредственно поступил по заместу вот к этому самому, значит, к Воскинсу. И еще он там еще потом в своей биографии писал, что его, его хозяин хорошо резвал, значит, немецкие шрифты, прямые, вот, но с курсивами его хуже. И он курсивы сразу отдал ему. То есть, хуже. И, значит, резал за него, ему за него силы. И, значит, тем самым, он, как бы, научился, то есть, проявил вот такой серьезный опыт, и вообще его, как бы, шрифты потом со временем, вроде просто стали считаться образцовыми, и вообще, самое, то есть, как бы, его мастерство просто завоевало это признание. он в свое время еще писал, он, непрерывно, то есть, сохранились его письма, значит, и письма, которые ему писали, эти самые, вот, и глава церкви, значит, и его там, этот самый человек, который его посылал, там, епископ, и еще там, вот, в общем, у него была такая большая переписка, и сохранились частично эти письма, и он, значит, пишет, что, вот, когда он Библию свою напечатал, поскольку у него опять же не хватало, причем он не открывал, не открывал, не открывал собственный типографик, он арендовал один или два печатных станка типографию в том, который он еще тогда не очень хорошо умел его делать, но что в дальнейшем он сделает такие шрифты, которые будут известны по всей Европе, так оно и случилось, потому что его шрифты были найдены вот, в Швеции, в Германии, в Англии, и даже вот в Италии, которые тоже, как бы, достаточно было хороших мастеров, значит, плансонистов, но, значит, великий герцог Тосканский, просто, его, Киши пытался себе нанять, так сказать, пригласить в качестве своего предгорода типографа, чтобы он, так, издавал книги, но Киш отказался, и тогда он ему заказал огромный, сделал небольшой заказ на шрифты, и, значит, и, вот эти шрифты потом, точнее, не менее, работали еще во Флоренции. Флоренция, меньше десяти лет работал в Местернале, девять лет уже. В общем, когда он уже отпечатал Библию, закончил со всеми своими заказами, потому что ему пришлось для того, чтобы покупать бумагу для набора, значит, в смысле, печати Библии, ему пришлось брать посторонние заказы. И, значит, вот ему заказывали англичане, ему заказывали там какие-то местные буксы, заказывали там, причем он резал не только латинские, значит, буквы, он еще, он сделал один из первых, этих, один из первых армянских шрифтов, даже не один, он сделал, это самое, греческие тоже было нормально, греческие, в общем, так или иначе все приходилось, а вот, значит, армянский, грузинский, значит, шрифт, потом он, значит, писал, что он может делать и какие-то там всякие восточные шрифты тоже, но они не сохранились, а эти шрифты сохранились, и они, извините, как-то известно. И, причем, самое тоже забавное, что этот самый, вот, грузинский шрифт Киша, он связан тоже отчасти с Россией, дело в том, что, значит, этот самый шрифт заказал грузинский царь Арчил II, который тогда жил в Москве, потому что, собственно говоря, сама Грузия, то есть это вот несколько этих княжеств, которые тогда существовали, насколько я помню, они тогда были завоеваны Ираном, то есть Персией, Персидским шаром. Там все время же шла тоже война между турками и персами, значит, за этот самый, за Кавказ. Ну вот, грузинский царь жил при московском дворе, перед, значит, московским двором, царем, московском. Вот, и при московском, опять же, царем, еще-таки, Алексея Михайловича, вот, приезжал в Москву Николаус Витцин, такой известный человек, который потом стал, когда он вернулся в Голландию, его выбрали турганистром Амстердама. Вот, он был хорошо знаком с Петром, с молодым Петром I, который тогда еще не был, был еще, он не был тогда еще царем, вот, а был, значит, еще там молодой совсем, вот, потом он его принимал через 20 лет, когда, значит, Петр с Великим посольством приезжал в ту самую в Голландию, то, вот, Витцин его принимал в качестве бурганистра, там, надо сказать, что у бурганистров было несколько, в Амстердаме, там они как-то менялись, но, во всяком случае, он был один из высших, этих самых, магистратов, вот, вот, а потом, когда, еще через 15 лет, еще туда вернулся, он еще тоже был, еще живой, вот, они, как бы, были друзья, в общем, его принимал там всячески, вот, по Сибири, и писал книгу «Путешествие по Сибири», и описывал все, значит, географию там, народы, нравы там, и все такое, вот, а когда он вернулся в Голландию, он написал к ней большую книгу про первоестроение, вот, значит, помимо всего прочего, вот, он посоветовал, значит, грузинскому царю Арчилу II, что он сказал, что он знает в Амстердаме замечательного мастера, который может ему вырезать шлифт Гаврия Грузинска, вот, этот мастер год лучше, и, значит, потому что это все, в общем, там совпало. вот, значит, это, так это выглядит сама Библия, вот это, значит, да, вот это, значит, фрагмент издания Джованич Филиппо Чеки, значит, печатника Великого Герцкого Валентиска в 1691 году, значит, главное, что и в даме не падает душа, вот, экспириенция, значит, дальше, ну вот, а, значит, да, тот Киш, значит, напечатал Библию, значит, выполнил все заказы, которые ему, значит, которые у него были, там, в Маскардене, все, закрыл свое дело, собрал все, собрал тираж Библии, собрал тираж Нового Завета, который он отпечатал, там еще что-то было, значит, все погрузил и поехал обратно домой, то есть, значит, через Германию. В общем, мы предлагали остаться, предлагали деньги, вот видите, его, даже, приглашали, в, в, в Флоренцию, значит, работать у великого Дерца, Тосканского, и, значит, он ни на что не согласился, и, значит, поехал он сначала, через, через, через Германию, через Польшу, и по дороге он, видимо, частично он тратил, то есть, частично он свои шрифты, значит, распродавал, чтобы, значит, деньги какие-то получить, дальнейший проезд, был частично, где-то в Польше его ограбили, он потерял, большую часть своих, сам, тиража, книг, которые он вез, и, значит, какие-то шрифты у него все равно сохранились. Да, и вот, по этому варианту, где остались его шрифты, а то ли были потом найдены и переписаны Антур и Грансу. То есть, по дороге, это сказать, он должен был как-то. Ну, в общем, такое время было тяжелое, понимаете, в общем, тем не менее, он вернулся, значит, дорога заняла почти год, он вернулся, значит, на Родину, вот, и его предложили там, то есть, он поехал на Родину, чтобы служить посвящению своего народа, чтобы издавать книги на, значит, на венгерском языке, на латыни, на статусе, и он открыл там типографию, ну, примерно, понадобился еще известный, год или полтора года, чтобы, значит, то есть, вернее так, его, на самом деле, его пригласили возглавить, типография была, она была, значит, такая, довольно бедная, значит, там частично какие-то шрифты у него уже были, но он хотел своим печатать, ему понадобилось время, чтобы вырезать еще шрифты, значит, пуансоны, отлить дополнительно, и вот, и он, значит, начал, начал там отпечатать все, значит, помню, меня здесь нету, в книге там, в воспроизведении некоторые его, эти самые, отпечатал все, значит, от поваренных книг до учебников математики, и даже объявления там, о похоронах, о свадьбах, значит, такие большие плакаты, какие-то, вот, то есть, он брался за любую работу, и он работал там еще, где-то лет, сколько, по-моему, около десяти лет еще, вот, и, значит, да, и, да, и он, значит, привез свою библию, напечатанную, это библия вызвала, разное отношение, то есть, были там люди, которые его обвинили в том, то есть, поскольку он реформировал, немножко, орфографию, и, кроме того, он проверял, ну, когда, значит, он начал набирать, этот самый, текст библии, то есть, он набирал частично сам, частично на него работа, и он начал проверять, встречать текст той библии, которая у него была в качестве оригинала, значит, поскольку он знал языки, то есть, он мог эту библию просто проследить по латыни, значит, по оригиналу, там оказались огромные ошибки, то есть, очень много ошибок в старом издании, и там часть, какие-то куски текста просто были выброшены, случайным образом, просто забыли, вот, и он, значит, стал, как бы это править, значит, заниматься редактированием, и, значит, вот, в результате у него текст получился немножко другой, отличающийся от того, который был уже привычен вот в первом издании. И это вызвало недовольство у многих, значит, людей, главное, всяких деятелей, значит, законных, его обвинили в мельсе, в самовольстве, вот, и он был вынужден долго оправдываться, и даже, значит, он издал, написал специальную книгу под названием «Апология Библионов». Значит, вот она была, значит, издана в 1697 году, вот, и в этой самой городе Клуж, то есть сейчас этот город называется Клуж, а тогда он назывался Колыш-Ван, это была, как бы, такая административная столица, значит, в Пансильвании. Сейчас этот город находится в Румынии, называется он Клуж. Там до сих пор существует, значит, этот самый собор, оставшийся еще вот с тех времен, и, кажется, здесь существует такая, ну, табличка, которая, наверное, там самым, урована в стену этого собора, где написано, что вот на этом месте был похоронен, значит, этот самый Николай Киш. Но, на самом деле, его никто, только после войны, его, значит, все разыскали, всю эту историю, потому что, ну, раньше просто кто-то не знал, ничего. Ну вот, вот это самое, да, это вот по-латыни была книга, в смысле вот, да, он защищал, значит, апологию Библии, и, значит, защита орфографии Бога, которую он, значит, сделал, орфографию текстового языка, не языка, а текстового. и, ну, да, кроме того, он еще, Венгерский, издал автобиографию, где он все описал, всю эту самую историю, всю историю своей жизни. Это, значит, шрифты основаны на, на шрифтах Николая Киша, вот этого Киша-Энтипа, который, значит, в ГДР, на Типо-Акте, было сделано, ее автор, в ГДР, это такая известная, еще, по-прочему, это самое, Тану Каллиграф, вот, на таких смыслах, да, а справа, этот шрифт называется Эхард, да, это, уже в А.Т.е. в 2008 году, это, дело в том, что, значит, шрифты, которые были приписаны Янцевы, которые были тиши в Мертике, они были найдены, было как раз, значит, их история была прослежена до 18-го века, когда они находились в Типографии Меркова, вот, и, значит, поэтому шрифт был назван Мерков. Откуда они там взялись, там, у них не было найдено, на самом деле, какие-то свидетельцы, поэтому, они решили, что это Янцевы. Вот, это, вот, говорили только киш фермы Мертике, так сказать, ее образцы, вот, значит, обратите внимание, какую, вообще говоря, сама по себе, это самое, шрифт, вот, нечего так же. То есть, достаточно крупный очков, и, довольно, он уже более контрастный, чем, там, шрифты Гарамона, здесь довольно тонкие, значит, эти самые засечки, очень острые, тонкие, вот, эти самые, санитные шрифи, достаточно. Вот, характерные, особенно, характерные, вот, вот, с таким, вот, опущенным, этим, ухом, вот, и очень характерная буква А, Эй, значит, то есть, а, несколько, вынесенные на них капли, вот, немножко, видите, чуть-чуть вниз опущен, вот, сейчас, я думаю, сейчас сделаю перерыв, потом, значит, я вам шрифты Гэзова буду показывать, они ужасно похожи, то есть, вот, буква А очень близко, вот, значит, достаточно узкий курсив, достаточно сильно наклонный, вот, и тут вот, вот такие вот, они формы, вот, скаплились, какие-нибудь, не знаю, полиграфии, в принципе, достаточно близко, вот, вот, это вот, термическая версия шрифта, которую я делаю, значит, потому что шрифтная тушь, это самая, вестримовская, вестримовская концертонка, вот, это, значит, они просто, крупно увеличены, и вот, для того, чтобы просто можно было видеть, так, как они выглядели, это сказать, боязнь, а грех, нет, основа, так, это, сравнение, значит, список шрифтов, которые сделаны на основе шрифтов, не желать то, что слышно, там, все, так, ладно, давайте, например, сделаем на 15, а дальше, на основе шрифтов. сгоняются, она в доме идет, садим ручки. с ним гулять надо. вновь. вновь. значит, теперь, то есть, вот, голландская антикла, она, я вам более-менее про нее рассказал, то, что нам известно. значит, английская антикла, на самом деле, происходит непосредственно с голландской антикла, потому что, как-то хотя, в Англии, первый, это самый, первый, первопечатник, Уильям Кэрстон, где-то еще в 16 веке, появился, но, на самом деле, первые, первые книги, английские, она была, сначала тоже в Голландии, опечатана, потом, перед этого, в Англии, там открыла, у кого, без местных, второго обадства, это самая, свою типографию, одну, потом вторая, вторая типография, возникла в сети, по-моему, как-то вот так, вот. В общем, в конце, 19-го, 17-го века, значит, Англия работала, практически, голландскими шрифтами, потому что, значит, то есть, их не было, как бы, свои шрифты они не делали, они, значит, использовали, закупали шрифты в Голландии, потому что Голландия была, как бы, такая, мистерская мира сначала, она была, потом уже, с Таланом. Ну вот, и, значит, в принципе, голландские шрифты, они были хорошие, но, вот они уже к концу, 17-го века, они, как-то стали, немножко, неупределенных людей, наиболее взыскательных, значит, в Англии, значит, там, книготорговцев, там, каких-то, в общем, образованных людей, которых, как-то, это вообще задевало, это вообще интересовало, значит, каким шрифтом набраны книги, вот, и, значит, началась, в головах стала бродить идея, что, на самом деле, хорошо бы, сделать, как бы, настоящий, настоящий английский шрифт, то есть, не голландский, а, значит, чтобы это было, именно, эти самые. А, кстати, вот этот, релизиревский, вот, это самый, лист, как раз, мне релизирев, но то, что я вам показывал, это уже жилье. Ну, то есть, вот так это выглядело, да, такое вот, как семейное воспроизведение, один как Долу. Я забыл даже. Долу. Ну, вот, значит, и, как раз, к этому времени, вот, как раз, к началу XVIII века, идея созрела, и созрел человек, который ее реализовал. Вот, этот человек был, соответственно, Уильям Крестовым I, он же старший, вот, и он сделал шрифт, который вот, что он стал, самый популярный шрифт, текстовой шрифт в английском графическом дизайне. Это, значит, вот, ну, это я вам уже говорил, показывал, что в английском, где-то, как говорили, значит, когда сомневаешься, убирать, вот. Вот, значит, его портрет. Уильяма Крестовым I старшего, значит, английский гравер, пансионист, Ислу Алинчик, автор английской антикной старого стиля, которая, значит, была разработана, примерно, в 1725 году. Основал фирму, которая работала в Лондоне до 1937 года. Стал быть, да, историю Монтака. Он родился где-то в провинции. Он не был, значит, в Урожанске, Лондона, и там отец его был, отец его был, отец его был, по-моему, сапожник. Значит, и, происходило, значит, фамилия его происходила из, из Испании. Вообще он, он был, значит, по, то есть это, человек был, эмигрант из Испании, возможно, что он был, вот, какой-нибудь тоже неправильный ратолик, вообще, самый милитик, вот, или еще чего хуже. Вот. Он, он происходил из, вот, этого самого, города, на севере Испании, есть где-то в районе, то ли Каталонии, то ли, вот, есть город Каслона. Вот. И вот, значит, по имени этого города он взял себе фамилию, и стал уминоваться по-английски клязмам. Вот. И у него, вообще, в те времена, как правило, дети расследовали профессию родителей. Если, значит, отец был сапожник, то и сын должен быть сапожник. Вот. Но, значит, мальчик оказался несколько, то есть он, он способен к рисованию, и, значит, к каким-то таким, ручным каким-то делам, в общем, и самым. Вот. То есть его заметили, то есть, и, значит, сначала отдали в школу, учиться, значит, научился крапать. Вот после этого, значит, в этой самой деревушке, где они там жили, там оказались люди заинтересованные с деньгами. То есть так же, как, как и в других местах. То есть, они его отправили на, это самое, учиться. И дальше он уже, где-то там, ну, да, они его, там была такая история, самый директор гимназии, который, в которой научился. Значит, у него, по-моему, какой-то родственник в этом самом, в Вондоне, который он занимался там, ювелирным делом, и таким вот, гуснечным, гуснечным ювелиром. И, увидев, что вот, мальчик этот, самый маленький, Билли, он, значит, так вот, умеет, хорошо рисует, и, значит, ему это нравится, и он что-то делает руками, в смысле, там, что-то вырезает, что-то выстелит. Вот. Значит, решили, что, как раз, подходящий человек, подходящий малый, для того, чтобы отдать его обучение этому самому мастеру, которому работает в Лондоне. Вот. Ну, это, значит, был еще, он достаточно маленький, ему было лет, там, 12-13, я не помню. Значит, когда его отправили в Лондон, значит, ученики к этому самому мастеру. Вот. И вот, он его там проучился, то есть, сначала он был, там, на подхвате, потом он уже, как бы, как бы, основу мастерства, то есть, он уже стал в мастере, потом он, выдержал экзамен. Там уже была цеховая система, надо было выдерживать, и когда человек, то есть, когда человек, родченика выучивался, и, то есть, он хотел работать самостоятельно, должен был выдержать экзамен на звание мастера. Потому что, из звания мастера, он, не имел права, как бы, как бы, ну, подведен в свою территорию, то есть, там, распоряжался цех. Вот. Он, значит, выдержал экзамен, ему, значит, позволили, значит, открыть свою собственную мастерскую, это было в 1720 году. Вот. И он, по началу, значит, брался за любую работу. То есть, вообще говоря, его специальность была украшение оружия. То есть, он был такой пузнец по оружию. Но причем не просто, который, значит, не тот, который делал непосредственно, там, надливал пушки, или, там, эти самые пищали, там, ушкеты, вот. А он и занимался, когда все было достаточно дифференцировано, вот эти ремесла, обработки металла. Он, значит, занимался украшением. Он украшал, значит, эти самые замки мушкетов. Особенно, даже, очень, занимались такие художественные какие-то работы. Особенно, там, охотничьи какие-то, значит, оружие, там, украшался очень активно. Вот. И, ну, у нас в вооружении палат такие вот есть, полно такого. И вообще, это все, все было очень принято, в это время. Ну, вот. Он, значит, заработал за какие-то деньги. Вот. Но, денег было не так, не много, и он брался за другую работу, фактически. Вот. В том числе, он выполнял заказы переплетных мастерских. Я вам говорил, по-моему, что, когда переплетное дело было совершенно отдельное от книгопечатания, то есть, значит, из типографии книга выходила необрезанная. То есть, выходила, это была, на самом деле, не книга, а пачка листов сшитых вместе. То есть, ну, собственно, книжный блок без переплета, и, значит, его каждый, и вот в книжных ласках продавались вот в таком вот виде, значит, не переплетенные, значит, изгани. И, значит, вот эти вот блоки, человек, который хотел купить их, он, значит, он немедленно обращался, то есть, он покупал эту книгу, и, значит, обращался к соседнему переплетному сырскую, которая часто была прямо там же, в магазине, вот, и ему переплетали эту книгу как ему хотелось. Причем часто переплетали с, там, с каким-то текстами, там, вот я вам показывал, кстати, вот эту самую, пошел книгу, вот эту книгу. Библия Хиша. Вот пример переплета 17 века, значит, видите, она, это красная кожа с золотой тисненью, вот, и тут вот написано, ну, вот видите, вот тут написано, да, 1695, тут, значит, написано какой-то, этот самый, инициал, наверное, они, особенно если богатые люди, они заказывали, где бы вы эти себе, значит, делали на переплете, потом, значит, они часто переплетали сразу всю библиотеку, надо было, скажем, так, прошу прощения домой. Телесу? Так, хорошо. Ну вот, и, значит, часто вот, человек покупал, у него уже там стоит, там, десяток томов, например, он покупает еще новую книгу, он, значит, переплетчику заказывает переплет точности такой же, какой у него ужеит, чтобы это было все в духе, вот, и, соответственно, вот, так вот, значит, для того, чтобы переплетать книги, надо было, то есть у переплетчика должно было быть какой-то инструментарий, то есть там пресс, там, я не знаю, он же занимался, они вот золотым тиснением по коже, это, значит, что делалось? Это, должен был быть медный штамп, вот, изображающий, вот, это вот самое, все это орналит, причем, может быть, не один, а составной, вот, этот штамп нагревали, и, значит, горячее тиснение под пресс, совали, значит, в это самое, на коже, значит, было бы бринтовое тиснение, без цвета, потом, бывало, что, они, значит, там какое-то, подкладывали, цветное, там, или, вот, золотое тиснение, там, это, тонкие эти самые, сусуальные золота, и там, какая-то еще, должна быть подложка, клеевая, чтобы она пристала, лучше при, это самое, горячее тиснение, она переходила на коже, вот, то есть, на самом деле, должны были, вот, если нужно было какие-то слова набирать, нужны были буквы, то есть, в принципе, вот эти самые медные штампы, они были очень разнообразные, их надо было резать достаточно аккуратно, вот, так вот, этот самый, Кэзлон, который молодой, когда он, значит, только начал работать, он, он выполнял заказы переплетных мастерских, он, или, резал штампы, любые, так сказать, орнаменты, и, значит, вот, вот, значит, дальше рассказывать, у меня, опять же, в книжке про, там, где, в голове про Кэзлона, значит, там, эта самая легенда рассказана, насколько она правильно, насколько она соответствует в действительности, это трудно сказать, вот, он, значит, рассказывает, что там был некий, самый, весьма известный в Лондоне, значит, этот самый, издатель, опять же, у меня в книжке написано, как его зовут, я сейчас не помню, вот, он имел привычку прогуливаться по, по Лондоне, разгадывать витрины книжеклава, вот, а в книжеклавах, кстати, самопродавались не только, кстати, я не совсем точно выразился, не только эти самые непереплетенные издания, но были выставлены иногда и переплетенные тоже, вот, значит, он гулял там со своим знакомым по, по улице, и, значит, разгадывал витрины книжных лавок, значит, в одной из витрин увидел, и разговаривали они о том, что нужно, нужно наконец, значит, организовать какой-то, то есть нужно, доколе мы будем печатать книги голландским шрифтами, нам нужен свой собственный английский шрифт. Вот, значит, в этом момент они видят в витрине очередной книжной лавки ту самую книгу в переплете, и на переплете вытеснено ее то самое название замечательного вида шрифтов, там, какими буквами, которые, значит, они не знают, вообще-то что-то такое удивительное. Вот этот самый издатель немедленно побежал к хозяину лавки, значит, и спросил, откуда у него эта книга, и кто ее, значит, кто переплетший. Вот, правильно, переплет на мастерскую. То есть переплет на мастерскую он узнал, что этот, значит, вот действительно на этого мастера работает, значит, вот этот самый резчик, который, у которого есть по соседству мастерская, вот, значит, в этом самом на Тургуменочистово-стрит, где-то назывался Айрон Молгер-стрит. Вот Айрон Молгер, это, значит, улица, значит, там целый квартал был этих самых. Айрон Молгер, это мелкое шестяное производство, то есть, значит, там был квартал людей, ремесленников, которые занимались металлообработкой. и, значит, он его туда отправил, тут, значит, немедленно пошел и говорит, это был кредерный, значит, он с ним познакомился и сказал ему, что вот вы, например, замечательно режете буквы для переплета, а вот вы можете, если заняться, так сказать, могли бы сделать, значит, пуансоны для шрифта. Вот. И, значит, опять же, по легенде этот самый, его звег знакомому консомисту, значит, который резал буквы, по-моему, Джоз его фамилия была, вот. И, значит, тот, когда Кэзмер посмотрел на это, произрос, он попросил у него целое, это самое, ночное размышление, и он сказал, да, наверное, я могу заняться таким, значит, так, могу делать такую работу. Вот. Значит, на самом деле, эта история не очень вероятная, потому что тогда эти самые очень, мастера очень ревниво относились к своему, к своему ремеслу, и, значит, вряд ли, наверное, пустил бы человека, даже со знакомым, даже со своим заказчиком, вряд ли пустил бы, значит, человека с улицы, который, ну, чтобы, тот полюбопытствовал, как вот эти, как он режет это всё дело. В общем, неизвестно, может оно, может оно и будет. Вот. Ну, факт, что, значит, Кэзмер попробовал резать Пуансон, так сказать, потому что там же была другая немножко технология. То есть, вообще, когда резать Пуансон, сейчас я вам покажу Пуансон Кэзмер. Вот. Вот. Они это, как бы, сохранились, заметно, в музее филографии Оксфорд и Универсский пресс, значит, там, эти самые, ну, это они у меня из книжки сняты, а, в принципе, я рядом был в этом музее, и там, как бы, это действительно не надо. Вот. К сожалению, у меня тогда аппарат, тогда еще был плёночный аппарат, у меня тогда плёночный аппарат, кончился, и ничего снятного не было. С собой просто не было. Ну вот. Ну, и, в принципе, Пуансоны, они не очень сильно отличаются, вот, по технике резьбы от этих самых штампов для формы, формы другая. А, так сказать, там все равно гуфы так же режутся, и, возможно, в тех же, в том же размере. То есть, от штампов, которые для переплётов дерева применяют. Вот. Ну, в принципе, и, значит, как ни странно, да, и вот, с тех пор, значит, Кэзелл занялся этим самым делом. Но, значит, его первый заказ был вовсе не латинский шрифт, его заказали шрифт. Арабский, как ни странно. Значит, арабский шрифт для, там было тоже общество распространения, значит, христианства среди туземцев. Вот. Туземцами принимались все люди, ну, в смысле, любой другой расы национальности, которые, значит, не христиане, в том числе мусульмане, значит, арабы, вот. Делать ему просто заказали для того, чтобы, значит, печатать, там, очередную Библию, или, в общем, что-то какое-то, вот, это самое, слово Божье, значит, нести. Надо было иметь шрифт, чтобы набирать этот самый слон. Ну, вот. И, значит, Кэзелл вырезал арабский шрифт, который, скорее всего, вот на него, сейчас я вам покажу, где же это? Вот. Вот, значит, его, образец его шрифтов тоже, а вот здесь вот есть, вот этот вот, явно арабский шрифт, видимо, тот самый, он, насколько я понимаю, он все-таки не такой, то есть, он, вообще, похож на арабский шрифт, но, немножко такой был. Ну, он все-таки был у меня, не очень большой специалист, наверное, но я думаю, его просто нарезание, это самое, кто-то должен был написать, дать образцы, чтобы он вырезал, потому что, сам по себе, арабского, наверняка не знал, что это, на столько много, далеко распространялся. Ну вот, а тут у него еще есть, вот, еврейский шрифт, тут плохо видно, вот, это арабский, это, эти сирийские, это скамбелы, по-моему, греческий, до них был осяк очень знаком, а вот эти все, конечно, более экзотические. ну вот, и, да, вот, значит, он сделал этот шрифт, выполнил этот заказ, ну так, заплатили соответствующие деньги, вот, ну, я не помню, там, как-то получилось так, что, вот, или они его, может, не заплатили, может, вообще заказ этот не взяли, а также у него этот шрифт остался. Возможно, что, а, или он, может быть, это самое, сделал шрифт, или, может быть, они ему матрицы заказывали, он сделал с арпуационной, и арпуационной у него остались дома. Вообще, факт, что у него этот шрифт остался, и он хотел его, в той же коммунте еще продать. Для этого ему нужно было его напечатать. Он его напечатал, он, в смысле, заказал напечатать, как бы, каталог этого самого шрифта, то есть буклет памяти. Вот. Ну, ему нужно было, да, на обложке написать свою, то есть напечатать свою фамилию. То есть, чтобы было написано, что это шрифт, который, значит, вырезал маскаром у Уильяма Кэзбена. Вот. Который, у него там, мастерская, там, это самое, наверное, вот. И он, значит, вырезал, вырезал и самые буквы латинские, для того, чтобы набрать вот фамилию свою, и, значит, вот этот текст, который должен был быть внезвожен. Когда этот его покровитель, значит, который его, так сказать, открыл, он увидел это самое дело, он к нему, он просто к нему пристал, сказал, что вы должны сделать из этого шрифт, полный алфавит, вы должны, вы, значит, вы там не зарываете свой талант в землю, вы вообще созданы для этого дела. Вот. И, значит, Кэзбена измужился. И вырезал дальше это срушение. Вот. И вот это, считается, что вот этот 1703-25 год, это вот как раз рождение вот этой самой нового шрифта, она английская инстинга. Вот. Дальше, значит, ну, просто он стал выполнять то ли от заказа, но он стал выполнять. В общем, в принципе, у него пошла пошла работа. Потом, значит, у него, он там женился, значит, в Лондоне, у него было много детей там, во всяком случае, старшего сына, он своего, тоже был у Юрия Кэзбена, только второй. Значит, он его, как бы, обучили, значит, пуансоны, и просто потом ему передал свое дело. То есть, это, он оказался еще кроме того, что он был потрясающим, этим самым способным местником, вот этим самым резчиком по металлу, он оказался очень способным бизнесменом. Он поставил свое дело, он, значит, его расширил, то есть, он, то есть, он, он стал, собственно, разбогател на это. Это, вообще говоря, тоже не так часто бывает, чтобы бансонист мог, вообще, человек, который связан с этой самой типографией, он, скорее, свои деньги тратит на это дело, чем, чем зарабатывает. А вот Кэзбена, как раз, пример, может быть, исключение, исправил, который, значит, он, то есть, он сделал карьеру, в буквальном смысле слова. Вот, он настолько разбогател, здесь, значит, у нас, вот, сейчас, вот, значит, вот этот вот гравер изображает, значит, это самое, его словолитнее, уже, на новом адресе, в смысле, на новом, в другом адресе, на чиселстве. Значит, это только там, в том же районе. На самом деле, я вот, как говорится, в будущем Рондахе, значит, мы, значит, ходили с моей женой, значит, по тем самым казиновским местам. То есть, мы просто сохранились эти улицы, где, где стояли его, где были его, эти самые, мастерские, и вот даже, на самом деле, вот, на чистый стрит, то есть, дома не сохранилось, где, где стояла, в котором была его мастерская, но сохранил, на этом мистер, потому что там, значит, были там, мандировки, этот ваф, они, значит, просто все, там сравнялись, с одной стороны улицы, там просто стоит, вот, с другой стороны улицы стоит, вот это вот, видите, вот такое вот, сооружение, это, значит, пивоварня XVIII века, которая, как он помнит, собственно, пивоварня, уайт прядь бурила, значит, собственно, Кэзелл имел долю в этой пивоварне, вот, и более того, он выдал одну из своих дочерей, выдал замуж за владельца, на самом деле прядь, вот, это вот, такое, серого кирпича, такое здоровое здание, значит, ну, в общем, это похоже, машина, естественно, современная, а, значит, реально дом, он сохранился, еще с тех временем, то есть, вот, скорее всего, и дом, этого самого Кэзелла, в смысле, вот этого вот, столовина, она была, она была в практичном аппе у этого дома, значит, там сейчас стоит новое здание, вот, внизу облицовом программору набрали вот такая вот, минеральная доска, значит, на этом месте стоял, значит, своболитник, где работал, значит, Кэзелл, значит, с 1937 года, видите, когда он был переехал, и до 909 года, вот, значит, да, теперь, ну да, вот, а вот, значит, это самое, самое, дом, городилось, в то время, значит, 18-го века, как она вылуждала, значит, и он там жил, то есть там у него было и представительное помещение, там, видимо, наверху были его жилые помещения, вот, еще известный, вот, соответственно, его портрет, значит, еще у него портрет, я не помню, кто, но, в общем, кто-то из таких, достаточно известных портретистов, где он, значит, его писал, то есть он, он разбогател, он, значит, купил вот этот дом, у него была, значит, просто целая мастерская церковь, то есть его уже возглавлял, собственно, его сын, и он, спустя какое-то время, просто передал дела ему, и, значит, даже, вот его, в этом самом, да, вот, как раз, это самое, внутренний вид, еще другая, внутренний вид этого, самого его, слововитника Эзмана, вот это, обычно, первым этажем происходило, вот, значит, вот здесь, вот эти самые, четверо слововитчиков, вот у них, вот эти самые, сибири и горные, они, значит, там у них расплавные педалы, они меня отливают, вот, вот это, значит, двое, значит, у них самых, они шлифуют, обрабатывают магнитцы, или плансоны, так сказать, доводят его до, до такого, уже рабочего состояния, вот, а тут вот два мальчика за столом, до сведения, разбирают уже готовый, этот самый, набор, так сказать, просто раскладный, а тут вот два, видите, два элемента, то есть, две части стволентного аппарата, которые, значит, они вместе соединяются, и туда, значит, туда заряжается, вставляется матрица, и, значит, туда таким образом отливается литер, ну вот, а матрица делается с помощью, то есть, полосон, значит, вырезается, потом пробивается матрица, латуни, мягкого металла, полосона, стальные, значит, эти самые рабочие поверхности, вот эти вот, они закаляются специально, вот, и, значит, таким образом делается, то есть, делаются шрики, вот, значит, причем, обратите внимание, что здесь, эти самые рабочие, которые здесь работают, они не режут пуансона, пуансона резал сначала сам крыс, потом он им передал дело сыну, значит, вот причем это делалось в страшной тайне, значит, они закрывались в комнате, здесь это, сохранились эти самые воспоминания, опять же, у меня в этом самом главе про крыс, но там эта история приводится, что, значит, они закрывались специально в комнате, и, значит, вот занимались, при этом он обучал сына резать пуансона, то есть, это было такое танец, он, значит, совершенно никак не собирался делиться своими секретами, один из его подмастерьев, который потом стал этим самым самостоятельным мастером, он, значит, мучимый непопытством, он просверлил дырку в стенке, чтобы там глядеть, как это самое священно действие происходит, вот, потом, значит, увидев, он, значит, вырезал свой собственный пансон, побежал показать мастеру, вот, тот, значит, его наградил хорошие затрещины, и, значит, запретил вообще этим заниматься, в конце концов, когда он немножко уже, он, тот, видимо, молодой был еще наивный, когда он, значит, подрос, значит, еще в семье, в общем, он ушел от Кэзлана, вместе ушли, и они организовали свое собственное словоление, и, значит, это дальше продолжалось, а потом, правда, уже после его смерти, я не помню, как его называли, опять же там, в цесарной книжке написано, значит, после его смерти один из уже потомков Кэзлана купил эту словолеть, и, так сказать, от таких образований столбов это соединились. Вот это уже было в конце восемнадцатого лета. Ну вот, так что, вот так вот это все происходило. Ну, значит, а Кэзлана, значит, отзывается от его современники как о гостеперименном хозяине, как о таком светском человеке, который, в общем, он не был таким вот диким, там, затворником каким-то, он, значит, вот, он устраивал специальные музыкальные вечера вот у себя в доме, причем на эти музыкальные вечера приглашались и его работники, что, вообще говоря, было совершенно не характерно так даже не Англия, потому что там были те самые послодные, там я был хозяин, то есть он мог быть из простых людей, но он богатый человек, а, значит, а это его те самые наемные служащие, они, это как бы, другая, то есть, и там, да, и вот, значит, до войны еще, до того, как этот дом стоял, где, значит, находилось его, значит, самоление, и там, значит, описывается, то есть, тот человек в Абдайке туда ездил, вот такой известный американский историк, историк шрифта, значит, ездил, долго жил в Англии, он, значит, посещал этот дом, значит, описывал комнату со сходами, где, значит, происходили эти самые музыкальные вечера у Кэзла. Вот дальше Кэзл настолько разбогател, что он купил поместье, это вообще мечта всех, значит, англичан, начать с нуля, собственно говоря, сын сапожников, он выбился в люди, он разбогател, купил поместье, стал уважаемым человеком. В конце концов, его избрали мировым судьбой, значит, этого самого графства. Причем, не просто избрали, его король, значит, вытвернул на это сам, сам король, который звучит. Там, кстати, на этой самой пивоварне, сейчас, вот, на этой, то есть, это один период, она как угол стоит на, значит, перекрестке, то есть, сама Чизл-стрит, она находит вот так вот проходит, а здесь это, значит, еще одна улица, которую я не помню, как называется, в общем, самое здание, оно большое, длинное, и, там, на другой стороне, вот, там, значит, висит тоже мемориальная доска, что эту самую пивоварну посещал, значит, английский король, королева, я, опять же, не помню, как его звали, это уж было после смерти Тезла, но в конце, тогда, эта самая фирма работала, ну, если бы, было где-то в 70-е годы, или 80-е годы, в общем, 18-го века, тогда работал его сын, и, значит, в общем-то, это все еще, как бы было, вверх, вот, Чизвелл Стрит, кстати, самое имя, название этой мысли, оно связано, Чизвелл, это самый, резец, по-английски, только там, букву В, на самом деле, это, скорее всего, была фамилия, но она тоже связана, с какой-то обработкой капитала, и, поэтому, это, как бы, вот там, вот это, эти, это сеть, северо-восточная часть Лондона, значит, это, ну, вот, все равно Сити, вот, Сити оф Лондон написано, то есть, это, там же, Лондон делится на многие, такие районы, каждый управляет своим собственным, этим самым, муниципалитетом, и, значит, там пишется, вот, название улицы, написано, пишется, какая, это самое, какая часть Лондона, вот это Сити еще, то есть, это центральная часть, хотя это север, и, в общем, такое уже не, очень, известно. Вот, так, значит, теперь, там есть улица, сохранилась церковь, значит, это самая улица, от которой отходит, там, Iron Longer Street, и, значит, это самое еще, Хэллетт-стрит, на которой самая первая мастерская находилась, значит, эта улица называется Old Street, значит, старая улица, вот, и, на этой улице стоит церковь, вот эта вот, которую вы видите, значит, церковь Святого Луки, вот, и, по описанию, в ее ограде, значит, похоронены, как раз, и сам, уиск, Уильям Кэздал Старший, и его сын, Уильям Кэздал Второй, вот, и вот, к сожалению, там, ну, там вообще было, собственно, я сам снимал, это, как бы, реальные фотографии, и, в это время, там какой-то ремонт происходил, и, на самом деле, собственно, есть книжка, где это описано, вот, там описано, вот, мы видели, эти самые плиты, и, скорее всего, вот тут, они и покороны, вот, мы тоже видели эти плиты, вот плиты, вот, пожалуйста, покрыты всем холм, и, что там написано, возможно, по ним, вот, вот, а, ну, это вот по описанию, именно по праве церкви, потому что, там, с той стороны, этой церкви, там, еще одна ограда, там уже частная территория, туда не зайдешь, там тоже много этих самых плит, так щит, но там, не похоже, значит, они покрыли, тут две плиты отделки, вот, 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 и, значит, вот, трудно сказать, ну, то есть там мух этот, расковыривается, вот, вот, значит, церковь, она такая довольно странная, например, вот этот вот, самый Шпилев, как египетский апеллист, и, значит, сейчас там находится, то есть она уже не единственная церковь, там какой-то, это сам оркестром, значит, у него там рефициционная база. Хоть, как, серьезная лобность, я не знаю, теперь же. Ну, вот, значит, вот это вот, тренировочное помещение, тренировочное Тезлона, вот, это вот, как раз, сам, его первый выпуск, его, этого самого, каталога шрифтов, то есть это образцы, естественно, образцы, образцы шрифта, видите, это самая, утварь, Уильям Гэснон, Летер Фангер, то есть, словолитчик, Ин Айрон Монгер Роуд, Олд Стрит Лондон, Олд Стрит, это, как бы, район, то есть, это улица, и она, как бы, большая улица, вокруг, которая маленькая. Вот этот сам Айрон Монгер Роуд, это, значит, такой переулок, в котором находилась его первая с половиной. Вот. Потом, по-моему, вот этот 64-м, то есть, 34-м год, потом, как в 48-м году, у него было несколько выпусков этого самого каталога, причем, уже здесь, часть этих самых каких-то шрифтов, опять же описано, какие, уже делал, считается, что его делал его сын. То есть, он делал только сам Кэзл, он, значит, начал эту работу, а дальше продолжал его его сын, и дальше уже это, ну, происходило... А, рисунков? А? А? А вот это не сохранились. Сохранились Пуансон, который его... Пуансона, это, соответственно, с ним дело рассматривается. Возможно, что он их и не рисовал, к самому деле. А он, как бы, держал или рисовал какие-то наброски. Вот. Вот. А вообще-то, это, францесский был какой? Они, вот они брали, вот этот самый, значит, металлический, этот самый, брусок, Пуансон, будущий, вот, и, значит, начинали его пилить с горца. То есть, они его вырезали там. Сначала там еще был контр Пуансона, на самом деле, если надо было одинаковые дырки делать, то есть, одинаковое, эти самые, утревухальное пространство, так сказать, делали специально под него такую штампу, которую, значит, пробивали, выбивали дырку с углубления в Пуансоне. А то, значит, опиливали все вокруг. Дальше, они делали его, значит, свечка, обычно, они, значит, его коптили на свечке и оттискивали эту копоть на бумаге. Это получалось достаточно точно, так сказать, отражало форму. Вот, дальше, значит, он смотрел, насколько это его устраивало, дальше он его подрезал. Значит, там, где-то, где-то подрезал этим самым листом, где-то, значит, в общем, такой был процесс. Получался вот, ну, то, что вы видели, вот, вот так вот. Значит, Брус Окс, здесь, как раз, как раз его рабочая часть, а сам Брус Окс потом еще, потому что, по нему, так было, что он, значит, вот. И, вот эта часть была закрыта специально. В общем, когда они его резали, то, естественно, они его отпускают. То есть, относительно мягкости была. А потом они его закаливали, и, значит, чтобы она выдержала большие нагрузки. Если надо было потом что-то починить, в смысле сделать, откорректировать, поправить, то они часто просто отпускали снова, значит, эту самую рабочую часть, она стояла более мягкой, они его подрезали, и, значит, снова веточек гарамон. Это могло быть несколько каких-то ремонт баллона какого? Ну, не ремонт, а корректировка, да, фонд он подрезал. Ну, естественно, нарастить, наверное, было как-то нельзя, а если там что-то было лишнее, то можно было срезать в том числе. Ну, просто, когда он был закаленный, то его уже не было привязать. То есть, они его снова отпускают. А что это отпускают? Ну, как? Дело, то он становился медленным. Ну, то привалили? Более. Нет, есть его медленно, в смысле, есть его, ну, сталь, известно, что, знаете, роман был, как закалялась сталь. Вот сталь закаливается, когда ее там, например, например, раскаляешь, колокольный обувь. Вот. Вот. При резком переплате она характеризуется и, значит, становится очень тверной. Вот. А если его медленно, сказать, раскалить и потом медленно, самое, оскутить, то она, скажем, становится мягкой, более мягкой. То есть, такой, то есть, я, я не консанец, знаете, я этим не занимался, но, в принципе, процесс не искалил. Вот. Значит, вот этот фрагмент его шрифта. Соответственно, здесь, знаете, вот, если посмотреть, вспомнить, какая была А, сейчас я вообще, на самом деле, крупнее, вот еще, значит, это, значит, текстура, это уже более позднее, 63-го года, это уже после смерти. Сам Гэзман умер в 61-м году, да, значит, я сказал, что он уже был в этом самом, да, 66-м году, значит, еще прижим. Значит, что он умер в своем повести подломном, значит, окруженный там, чадами-домотчадцами, значит, в общем, богатым человеком, уважаемым этим самым, членом общества, мировой судья, в общем, ну, я не знаю, образец, кстати, идеал словолечия, который, собственно, начал с, действительно, снизу, собственно, трудом, выпил соблюд, и основал фирму, которая функционировала еще, там, 200 лет, и, собственно, до сих пор, его шерфии, образцы, вообще, искусство шерфоновой. Значит, вот это вот, уже в 63-м году, видите, вы выпустили холло шрифтов, в виде книги, значит, фирма называлась уже «Миром Кэзэллэнсан», вот, и вот еще, вот этот фрагмент оттуда, значит, фрагменты, просто не даже не фрагменты, это, ну да, это кусок страницы, вы помните, вот, вот это вот целиком, значит, скранится, даже вот в вашем, значит, ну, то есть, практически, это, это целиком, это, текстура, значит, в разных перьях, это самый, двухстрочный, это самый, грейд праймер, значит, двойной праймер, значит, грейд большой, этот самый праймер, это, это, праймер, это, праймер, это, праймер, означает, что это, это, он, 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 назывался еще не прештекст, это, это, фрагменты, текстура, текстура, это, готический шрифт, вот он, он, назывался, значит, это, да, вот теперь, здесь, значит, сравниваются два шрифта, это, значит, монотекские, значит, вот дверь, наверху, это, значит, подык, а снизу, значит, Крэзман, это, ну, ни разу не подык, в общем, ведь одни и те же, ну, не совсем одни и те же, а сущие, вот этот, одновер, буквы, ну, подыкновен, а там немножко, значит, характерная, характерная особенность шрифтов Крэзмана, это, выбранная териферез, немножко самая, как, вот, капля у буквы А, она просто так, как она носит эти кризиски, и, естественно, как у всех у них, все эти, а типы старые, она опущенная, это самое, опущенная лапа, полуэлапа, в общем, ну, и, видите, значит, здесь, гораздо более узкий курсив, и не такой, не так сильно названённый, этот курсив более, более широкий, более, значит, растянутый немножко, и, с большим наклоном делается, вот, кроме того, вот, чем англичанам не нравились талантские шрифты, тем, что они были слишком скромными, то есть, вот, 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 я вам говорил уже, значит, Кэзов пользовался такой, вот, вот, его шрифты тоже, что, вообще, англичане, когда, утром Воскерлили, я в свереннюю встречу, я надеюсь, я попробую Воскерлили тоже расскажу, шрифты Воскерлили в Англии не пошли, потому что, значит, англичане привыкли, они люди консервативные, они привыкли к шрифтам Кэзова, которые были достаточно сильно отличны, вот, ну, вот, значит, это шрифт Кэзова, вот этот, Кэзова 340, это шрифт Кэзова 471, это самый первый, Кэзова, который был выпущен уже в новое время, видите, в 1892 году, в Америке, в Америке, в Америке, вот, вот, но они, это рисунки достаточно близкие, к рисункам Кэзова, но, поскольку он делал много шрифтов, то там у него разного кегля, они разные, то есть, это был один и тот же рисунок, но он видоизменялся, в зависимости от того, как кегля, вот, вот, были очень крупные, а были, и, значит, то есть, это были варианты рисунков, вот, вот, считается, что, 500-40-кэзова, он более, более правильный, то есть, вернее, этот более, более, этот приспособлен уже к современной жизни, этот более арханичный, есть, вообще-то специальный шрифт, называется, Кэзл Мантик, который, доравный, доравный контур, повторяет тот вид шрифта, который, вот, выходил из типографии, вот, 18-го века, потому, что, печатал на этой самой, шершавой бумаге, на рюху такой, и там, значит, получался роман достаточно ордов, и там, натиск шлифы, эти самые, краска там вытавливалась куда-то, значит, и они торчали, в общем, все же было немного недавно. Ну, это, кроме того, вообще, они, в общем-то, достаточно разные, эти шрифты, но все, есть вопрос в том, на какой кемель они ориентируются, потому, что, все-таки, они немножко изменялись, поэтому, я думаю, они совершенно не похожи, они тоже не похожи, они, в целом, они, конечно, похожи, но, некоторые отличия не существуют. Так, вот, вот такой вот, значит, 540-й кемель, это его, его брусиль, ну, видите, он здесь, совсем столовский, ну, потому, он же, довольно крупный, крупный кемель, и, очень, самый, лежащий такой, то есть, очень большой наклон, вот, кстати, F, видите, более натягальный, а, и F, опять же, очень, такой, полосочек. Я не знаю, это, возгонящий файл. Я совершенно не так, но, как бы, пытаетесь обстреливать. Вот, я знаю, какой-то, немножко, не ровно, весь, то есть, он тоже, тут, я вообще смотрю, как, немножко, чуть-чуть, пакеты, где-то там, или, 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 отельцев. Вот, и вот такие, вот, видите, то есть, замечательные, такой красоты, это самое, точечное, красавчик, чайбер, ну, собственно, Здесь и вразительный знак тоже такой, и вот эти вот такие знаки, то есть некая избыточность в этом рисунке существует. Хотя все равно вот еще такой красивый. Но это, конечно, красотыльный шлистный. Вот еще один вариант, значит, это декоративный курсив с рощей Аркадия Садима, со свошенной. Значит, это тоже маратайский шлиф, с 15-го года, а только Афротейский. И вот еще Кэзелл Конфейс, значит, это вообще уже не сам Кэзелл сделан, это уже начало 20-го века, значит, Керамбард, Брадес и Шпинкер. Это та американская фирма, то есть они просто сделали это декоративное начертание к самому шлифу Кэзелл. Вот немножко они отличаются, обморные знаки от Афротей. Но, в общем, они, видимо, не следовали целью сделать точную точку. И вот это вот время. Вот. Это, значит, безызвестный шлифт Азоби Кэзелл. Значит, это был один из первых шлифтов Азоби, которые, в общем, получили такое большое признание по всему миру. То есть, делал ее Кэрол Трубли, значит, это коррекционная женская имя, в смысле. Поэтому, когда, значит, иногда пишут, считают, что в некоторых книгах просто, вот самое, пытаются ее слонять. Это уже, значит, цифровой шлифт, который был сделан специально уже для самой непосредственно использования в баскрипте. Вот. Ну, и сейчас он уже, соответственно, Тепский и Севский его. Вот. Значит, он не, видите, здесь, в принципе, он приспособлен для того, чтобы его, чтобы для текста. У него усиленный, видите, засечки, уменьшенный контраст. То есть, если сравнить вот с этим, здесь явно гораздо, гораздо, то есть это шлифт явно акцидентный, значит, для крупного фейли. Контраст большой, тонкие шлифти, большие капли, вот. А, значит, Атопский шлифт, он, конечно, будет более спокойный. И если его смотреть, вот в таком крупном кегле он выглядит, опять, гиболом, таким, грубым, не контрастным. Но в крупном кегле он работает очень хорошо, и вот с этим можете убедиться, поскольку эти шлифты, вообще говоря, встраиваются в эти. Ну, в домах, по-моему, он... Так что, в принципе, он... Там, к сожалению, нету кеглеица. Или к счастью. Потому что, если бы они сами это делают, кеглеи, что он неизвестно. Ну, известно, что... Ну, вот Кэрол, она правильная девушка, она сказала, что она не будет делать кеглеицу, она не умеет. Потому что, а мой, ее этот самый партнер, самый Слимбах, он решил, что он умеет, и начал делать это для гарамона. Чем это кончилось, мы тоже знаем. Раз, сейчас, наверное, можно получше стать. Ну, что, по-моему, лучше. Для Миньона, так сказать, и всего остального. Да. Нет, гарамона не было, а у Миньона был сделан с кеглеица. Так, да, это, значит, 1990-е годы. Здесь уже довольно-таки шлифт, тем не менее. Так, это, значит, опять же, Мэтью Картер, значит, сделал, вот, скажем, это самый... В 94-м году били по названию Big Kessel, вон, наверху, вот, вверху стрелочек. Значит, это, поскольку, в общем, все фирмы известные тогда, они, значит, рассчитывали кэзлом для текстового набора, а, значит, для крупнокегляного вообще шлифтов не было. И, значит, Картер просто взял, значит, какой-то один из образцов крупного кегля, значит, Кэзлома, правда, не совсем уже, не самого Кэзлома первого, а уже более козьего, если немножко. И, значит, сделанный по его мотивам, это, как бы, тоже не точное воспроизведение Кэзлома, но по мотивам был сделан такой вот шлифт, очень красивый, я не помню, я его переносил, простые примеры, я сейчас, да, вот, а внизу, вот это вот, это херерический Кэзл, который делал Тагим Сафаев в 2005-м году для какого-то журнала, который сейчас все равно не зарпался. Значит, причем специально было сделано для нефона такого журнала спросить его сына. Значит, этот самый, специально было, значит, разрешение было запрашиваться этого самого Картера. А кроме того, значит, этот, сейчас я закончу. Значит, был такой художник, Сан-Исчезайнер, Джастин Хаус. Значит, он для шрифта, для тех, кто не сел, сделал шрифт, вернее, не сел, его потом купило просто. Сначала он так сделал, я уже не знаю, акт, вернее, ну, не знаю, по какому запрещению заказу. Кстати, вот это тоже, видите, здесь тоже снялось. Он, на самом деле, не сосед. Значит, он сделал дизайнер Фау Кэзл с Кэзлом совершенно колоссально мобильным. То есть, он практически оценировал все шрифты Кэзлом известные в тот момент. То есть, все, что сохранилось, сохранилось много. То есть, по всем каталориям, все шрифты, которые во всех керпичах. IDC взял все, купил на него только четыре, четыре разных размера, четыре керпича. Потому что там его осталось еще много. Просто они, ну, понятно, что они не могли, он должен был ограничиться. Немного было, чтобы все сразу. Вот. И вот такой вот шрифт, вот этот самый, это называется Кэзлом Постер. Значит, это самый крупный, значит, крупный керпич. То есть, это еще больше, чем пик-керпич. Значит, это в 98-м году был выпущен. Сейчас он, к сожалению, живут. Так, теперь, да. Вот так, значит, выглядит гарнитурой Кэзлом 940 фирмы Битстрим. То есть, это Битстримовская оцифровка, или они использовали чьи-то еще, не знаю. Это немножко, видите, это немножко контрастнее, чем одно битр. Он такой, немножко более ближе, стараясь более универсальный шрифт сделать. Чтобы его можно было и более крупный керпич использовать. Хотя, крупный керпич у него, конечно, все равно был лов. То есть, он все-таки, все-таки это текст. Ну, тот, который мы видим. Вот это говорит. Значит, жирный вариант, это называется Кэзлом 540, а Кэзлом 2. Вот тогда был все равно, хотя один рисунок, видите? Вот так вот на двадцатом машине, чем-то. Вот прям вот такая, очень сильно прикринутая, это... каплю бюджетного человека. А, и вот, видите, еще ухо замканное, OG. На самом деле, так у него и было нарисовано. Только это, правда, тоже шрифт не самого Кэзлана, не первого Кэзлана, а уже там второго, там третьего. Вот там был Милин Кэзлом 4, который придумал Братовский. Но это был уже в начале, в начале, там, 19-го года. Снизился более придумал. То есть, считается, что он первый сделал. Один из первоизвестных на Братовский. То есть, патология Милин Кэзлом 4. Вот это кириллическая версия шрифта Кэзлом 340, значит, который делал, рисовал Исай Санович Скоткин, и упомянул, что в момент делал вот эту работу. Он тогда, как он еще в Москве жил, и он просто сделал цифровую версию. То есть, по рисункам Скоткин, вот его, как бы, сделали наркотик. Так, это там увеличенное, что значит. Как это увеличено? Вблизи. Ну, у Кэзла характерная буква, у него вот скуршенный линин, опущенная немножко капля, и вот такой вот затылок, значит, такой четкий. Ну, как у Бадони тоже такая штука, только она у Бадони более горизонтальна. А вот я в следующий, не в следующий раз, но вот я когда дойдем до Баскервилля, я, значит, покажу, можно сказать, сравнить. Баскервилля другая форма. Форма А, она более горизонтальная, и она, значит, более мягкая. Ну, Баскервилля и сам был более граф, то есть Баскервилля уж точно это сам рисовал. А значит, у Кэзлана вот такая форма. Ну, естественно, Кирилльц он не делал, но сам вот вот буквы, которые, ну, характерные линии, с рискованием общие, да, Левит Зелатинович, видит, курсив довольно сильно задуман. Ну, вот это современные, ну, просто шрифты, которые на основе шрифтур вызваны. Вот, ну, это я, опять же, из книжки, и, собственно, все. Можно все посмотреть, скачать, если интересно, или книги почитать. Все, спасибо на сегодня, хватит. Спасибо. 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 Хорошо, что я сейчас скину, потому что я с вами, знаешь, что у нас есть. Спасибо. 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 Спасибо.